Игорь Негода Я являюсь одним из организаторов этой конференции. Также со мной вместе мой брат Спартак и мой друг Арсен. То есть мы все вместе, вы можете обращаться по любым вопросам в течение перерыва. Конечно, не тогда, когда говорит спикер. Любые какие-то требования, вопросы, обращайтесь. Итак, я сейчас расскажу вступление небольшое, чтобы для всех было понимание, куда они пришли, о чем будет сегодня вестись речь. И потом мы уже пригласим нашего главного гостя, эксперта экономического Северякова Сергея Анатольевича. Ну, чуть попозже. Так, друзья, сейчас, секундочку. Сегодня мы с вами поговорим о очень интересной и важной для всех теме. Это технологии, инновации. Давайте сегодня представим, какие существуют виды транспорта, которые мы сегодня пользуемся. То есть это, возьмем первые автомобили, то есть грузовые автомобили, легковые автомобили, автобусы. Потом у нас идут трамваи, троллейбусы, подземное метро, потом поезда, то есть поезда грузовые, пассажирские, поезда на магнитных подушках, также поезда, высокоскоростные поезда. Ну, в основном они используются в Японии, в Китае, то есть там в основном это применяют. Но в России такого нет определенного. То есть скоростные железные дороги мы еще не запустили. Но всему свое время, как говорится. Так вот, друзья, исходя из этого, исходя из этого, да, из всех перечисленных мной видов транспорта, главная их объединяющая особенность – это то, что они находятся на уровне обитания людей, то есть на первом уровне. И именно этот факт является главной причиной высокой смертности на дорогах. Почему так происходит? Ну, потому что в свое время объединили два несовместимых понятия – это улица и дорога. То есть улица – это там, где ходят люди, а дорога – там, где ездит автомобиль, либо какой-либо транспорт. Но у нас же все наоборот. То есть мы ходим по дорогам, возле дороги, над дорогой, под дорогой. То есть если взять современный город, то они строятся не для нас, не для людей. Они строятся для машин. И исходя из этого, можно сделать вывод, что современная транспортная система, она достигла своего апогея. Потому что, ну, если взять статистику, то есть смертности, да, статистику смертности именно в авариях, сколько погибает людей, то в год примерно полтора миллиона человек погибает только, это в мире, погибает только в автомобильных авариях. Представляете, какая цифра непосредственно. И 20 миллионов человек – это те люди, которые, ну, пострадали. То есть пострадали по причине именно автомобильных аварий, либо еще какого-либо транспорта. И поэтому даже если взять 100 лет, вот представляете, эта транспортная система просуществует еще 100 лет. То есть полтора миллиона, умножаем на 100, примерно 150 миллионов человек еще погибнет. И, конечно же, если на это обращать внимание и задуматься об этом, да, нам об этом не говорят много ни по телевидению, ни в газетах, ни в журналах. Это, ну, очень редко об этом пишут, да, но это есть, это факт, это наша реальность. И поэтому об этом стоит задуматься, и стоит задуматься прежде всего нам, простым людям, которые вот живут в этих городах, пользуются вот этим транспортом непосредственно. Мы строим не какой-то отдельный вид транспорта, да, мы строим транспортную систему. То есть, ну, давайте по аналогии возьмем, например, Генри Форд, изобретатель автомобиля, да, то есть он не изобрел систему, он не строил, не изобрел асфальты, дороги, станции, какие-то вокзалы, да, он изобрел только автомобиль непосредственно. Взять, если самолет, самолет тоже не является транспортной системой, это элемент транспортной системы. То есть разработчики, они не проектировали аэропорты, станции управления и так далее. Вот. Анатолий Эдуардович предлагает непосредственно транспортную систему. Это абсолютно новые дороги, да, то есть дороги второго уровня. Это новые станции, новые вокзалы, терминалы, депо, стрелочные переводы и так далее. Представляете, то есть это абсолютно другой масштаб. И этот уровень, он сегодня не занят, у нас нет конкурентов. Это уровень второй, то есть мы будем строить дороги на высоте от 3 до 10 метров в высоту. Вот. Ну, дальше обо всем по порядку. Я хочу пригласить кандидата экономических наук, действующего государственного советника Российской Федерации третьего класса, также эксперта по глобальному развитию и макроэкономическому прогнозированию Сибирякова Сергея Анатольевича. Поаплодируем. Добрый день, друзья. Так, ну давайте сразу начнем, как мы на вебинарах обычно, потому что если дальше кто подключится, вы все равно будете уже через нашу систему обучения, через нашу систему доведения информации. У нас традиционный вопрос всегда, кто первый раз вообще пришел сегодня, первый раз SkyWay, Небесные дороги, Юницкий, Транснет и так далее, услышал первый раз сегодня. Вот тут просто, чтобы понимать в процентном отношении, с кем мы это, с кем мы разговариваем. Так, это, вот. Ну, вопрос о тех, кто здесь приходит первый, двадцатый, пятидесятый, сотый раз, или, наверное, вопросы не задаю, потому что есть люди, которых я знаю уже два года, с кем общаемся уже, как с коллегами, партнерами, кто в нашем проекте довольно-таки давно. Поэтому я сейчас тогда первые минут 15-20 буду ориентироваться на тех, кто пришел первый раз, только услышал, для того, чтобы вы немножко выправились, поняли с точки зрения, куда вас попали, куда вас зовут. Потом мы уже обычно, как мы выстраиваем систему, то есть у меня есть такой молодой партнер, Алексей Суходуев с Челябинска, мы с ним познакомились на первом форуме, который мы проводили в марте 2014 года, когда мы первый раз собрали людей и стали рассказывать, что мы, собственно, хотим. До этого специфика в том, что я рассказывал очень много это чиновникам, министрам, губернаторам, шейхам, президентам банков, еще очень много, так сказать, кому. Но два года назад мы это начали рассказывать, вот просто собирая вот такие залы, собирая людей и рассказывая, что мы... Я могу сказать, что за эти два года мы добились результата больше, чем за предыдущие, допустим, там, 10 лет, во всяком случае, это точно. Но я могу сказать, что Красноярск это уникальный регион, уникальный город, потому что здесь у вас одно время был чиновник, который действительно при упоминании о технологии, то есть я с ним, будучи еще тогда я чиновником, разговаривал, это Александр Иванович Лебедь, он у нас здесь одно время был губернатором. Это, как ни странно, оказалось тот генерал, который понял, о чем технология, понял, о чем идет речь, и с него началось реально практическое движение этой технологии, то есть он инициировал финансирование сначала из своего губернаторского фонда, потом подключился Совмен, это бывший полюс у вас, потом подключился Хагажаев, потом он меня познакомил с венчурным фондом Газпрома, и, по сути дела, в 2001 году с его такой легкой подачи родилась эта технология, то есть когда она была построена в Подмосковном озерах, я не знаю, в роликах, наверное, вы видели, да, где ЗИЛ по проводам, и была проведена совместная коллегия Минтранса и МПС, и Академия инженерных наук, для того, чтобы продемонстрировать о том, что технологии есть. И, как это ни странно, это было доказать тяжелее всего, о том, что струнная технология, то есть эстакада, которая весит всего меньше 100 килограмм на погонный метр, может выдерживать 130 ЗИЛ, ну, там, 131 ЗИЛ, который весил 16 тонн. Соответственно, все это продемонстрировано, и этот процесс пошел. Дальше, в 2009 году уже была большая презентация на госсовете, ее делал губернатор, он до сих пор, по-моему, губернатор Ульяновского области, это Сергей Морозов, когда он показал о том, что перспектива развития может идти через вот эти струнные технологии. Но там, мы эту историю часто рассказываем, кто у нас на вебинарах, там реакция была, ну, для нас весьма неожиданная. Мы думали, что продемонстрировав президенту страны, а на тот момент президентом был наш Дмитрий Анатольевич Медведев, да, вот, и получав определенную реакцию, мы думали, что, получив в протоколе запись о том, что поддержать и выделить миллиард рублей, на тот момент 30 миллионов долларов для строительства, мы получим какой-то результат. Но результат получили то, что через неделю приехала бригада, и наш полигон, который строили с подачи Лебедя, просто спилили под ноль. Вот, естественно, потом мы уже, когда разбирались, узнавали, то оказалось, что в протоколе написали, что надо было поддержать и продлить строительство полигона, который был. Ну, вот такая реакция оказалась. Так вот, в чем разница между тем, что мы декларировали, показывали для чиновников, бизнесменов, там, крупных фондов, и то, что мы потом перешли в краудинвестинг, это очень обязательно сейчас надо понимать, тем более, что переходный период, как мы говорим, что он тоже сейчас адаптируется, подходит. Мы два года прожили в этой системе, когда мы создали информационное пространство, то есть мы каждую неделю, наверное, ведется десятки вебинаров разными лекторами, разными направлениями по теме Скайвея, по теме Транснета. Вот, соответственно, мы проводим множество конференций региональных по разным городам. Честно могу сказать, что сегодняшняя конференция, она несколько случайная, то есть, ну, во всяком случае, мое участие в этой конференции уж точно случайное. Вот, мы его планировали несколько в другом формате. Вот, то есть, из истории я почему сказал, что Красноярск уникальный регион. То есть, кто бы мог подумать, что вот генерал Лебедь, который, будучи здесь недолгое время губернатором, может сыграть не в жизни края, а в жизни нашей технологии такую большую роль. Вот, и я могу сказать, что я его знал довольно-таки давно до этого. Это просто уникальный человек, который просто увидел возможности технологии применения к краю. Когда мы с ним обсуждали возможности северного завоза, возможности строительства новых магистралей через Норильск, там, ну, и, в общем, много чего. И это может сделать только эта новая технология. И он сразу, он говорит, без этого края развиваться не может. Поэтому говори, что надо. Ну, а так как он любил там рубить, так сказать, как бы это. Я ему только, вот как раз мы летели с первого форума в Москву, я ему в самолете все это рассказывал. Мы прилетели, тут же приехали на полигон, где у нас стояла модель. Она здесь будет показана 1 к 10, то есть такая длинная. Вот. На следующий день он вызвал, приехал финансист Андрей Иванов. Он был у него советником. Сейчас он, по-моему, где-то в Минфине там, то ли зам, то ли первый зам Минфины. Потом приехал Саша Сараев, он тоже у вас здесь. И мы буквально через неделю начали уже финансировать, строить этот процесс пошел. И мы очень благодарны, так сказать, это. Я тут недавно встречался с вашим нынешним губернатором. Вот. Я сам из Сибири, из Кемеровской области. Вот. И Виктор Александрович я знаю тоже еще с тех пор, когда он даже не был мэром Новосибирска. Ну, в общем, давно. То есть там больше 25 лет. И тоже пообщались. Я ему показал про технологию. Сделал, так сказать, и инициация, вот участие в форуме, там, в выступлении, это было от него. Дело в том, что мы сделали альтернативный доклад по стратегии развития Сибири. Потому что, ну, мы с вами об этом поговорим. Я до сих пор не знаю, как они собираются строить стратегию 2030, не говоря об этом. То есть я вот этого просто понять не могу. Я одно время работал в Министерстве по Дальнему Востоку. Ну, как работал? Присматривался, меня приглашали туда на работу. Но я когда пришел, посмотрел и задал вопрос, как, ребята, вы хотите осваивать Сибирь и Дальний Восток, не строя новую инфраструктуру? Они говорят, нет, ее надо строить. Так как вы ее собираетесь строить, если вы про нее даже не говорите? Я говорю, вы что, собираетесь железные дороги скоростные, что ли, через Дальний Восток делать? Это не то, что утопия. Даже сами китайцы, которые двигают все дороги, они говорят, их нельзя строить в наших условиях. Их можно строить в Шанхае, можно строить в Европе. А как их в Сибири и на Дальнем Востоке, тем более со скоростями, хотя бы 300 километров в час. Это утопия. И все эти разговоры, это просто для дураков. То есть, когда надо поговорить. Так вот, как можно строить? Я всегда привожу такой очень хороший пример. Вот представьте, что мы сидим в 1990 году, ну, давайте в Красноярске, и обсуждаем вопрос с властями, как нам телефонизировать, не информатизировать, таких слов нет, телефонизировать Красноярский край и каждому жителю, каждому жителю привезти телефон. Представьте, 90-й год, деревню где-нибудь, ну, где-нибудь хорошо, так куда сегодня доехать тяжело. И вот как туда сегодня привезти телефон? Вы понимаете, да? И мы с вами реально пишем протоколы, обсуждаем, как сегодня надо, сколько для этого надо бюджетных денег, это вот такие триллионы, сколько надо там тонн проволоки, сколько релейных станций, сколько еще, в общем, и понимаем, что к 2050 году мы, наверное, 70% жителей Красноярского края можем провести телефон. И то были бы сторонники, говорили, это утопия, это невозможно, еще, еще, и мы бы с вами все это обсуждали. Вот сегодня мы с вами живем в 2016 году, я могу сказать, у хоть одного жителя Красноярского края есть проблема с телефоном? Вот вы можете ответить на этот вопрос? Вот у моей мамы, которая там живет на границе Алтайского края Кемеровской области, на юге Западной Сибири, деревня Кузидеева, вот там она тоже с компьютером, ну так как внуки, интересно смотреть там так, так-то, вот я ей там три года ее приучал к компьютеру, потом два года к скайпу, все, сейчас она научилась нажимать кнопку, видит внуков, мы разговариваем, все, у нее теперь проблема, она говорит, скайп берет только на первом этаже, нет, на втором, то есть, чтобы поговорить по скайпу, надо подняться на второй этаж, представляете, у нее проблема, да, а раньше, чтобы мне в эту деревню по Кузидееву позвонить, мне надо было звонить в сельсовет, назначать время, она приходила к этому телефону, и мы с ней могли поговорить, а теперь, чтобы внуков увидеть в онлайне, она, и после этого, это уже переходя к второй части разговора, если кто-то говорит, что время не изменилось, я им просто говорю, ребята, я вам не поверю, потому что я до сих пор, когда вижу, когда мой шестилетний сын по скайпу, по своему планшету, общается с учительницей по английскому в Болгарии, и занимается английским языком, понимаете, я когда это смотрю, если мне кто-то скажет, что это нормально, с точки зрения меня, как учителя информатики в 90-м году, я могу сказать, я это даже в страшном сне представить не мог, вот, ну, не говоря уже там, дочке про 11 лет, там, что они уже делают там, с интернетом, со всем, ну, а когда у меня еще научился по голосу управляться, разговаривать с Гуглом, он понял, что интернет это его самый лучший друг, вот, и когда он спрашивает, папа, а какой у тебя был в детстве интернет, я говорю, знаешь что, я даже не то, что в детстве, я когда кандидатскую диссертацию дописывал, я не знал, что это такое компьютер, понимаете, и когда только вот мне там в докторантуре, там, по большому это выделили в 92-м году в Академии наук, компьютер персональный, ну, я считал, что, ну, все, наука наша сделала серьезный прорыв, вот, но это шутка, конечно, понимаете, так вот, сегодня мы подошли к тому, что жизнь изменилась за последнее время, и изменили ее инженеры, а подходим мы к чему, сегодня проблема информатизации, вот сейчас мы переходим, не телефонизации, а информатизации сегодня перед жителями Красноярского края стоит, мы говорим, нет, вот, а потом я когда разговариваю с железнодорожниками, люблю такую цифру показывать, я говорю, знаете, вот телефон, хороший телефон, Samsung, там, последняя модель, вот он за час передает информации больше, чем весь московский МГТС за год в 90-м году, ну, такая у него способность, понимаете, я задаю вопрос, вы можете себе это представить, сколько это, они говорят, не, не можем, я говорю, ну, представьте, вот сколько возит ваш Транссиб по всей длине, ну, за год, они говорят, 118 миллионов тонн, больше он со времен Александра Третьего в него не заложили, возить, они сейчас хотят потратить все деньги фонда национального благосостояния, чтобы удвоить до 250 миллионов тонн, так вот, я говорю, чтобы представить ваши 250 миллионов тонн и вот это, представьте, что это в 50 раз больше, чем вы хотите возить по Транссибу, они говорят, столько грузов в мире не бывает, я говорю, ну, а как вы можете представить, что сегодня количество людей, которые просто сфотографировали, отправили фотографию своего внука сразу бабушке на скайп, вот вы можете это представить 20 лет назад, конечно нет, точно так же сейчас, я говорю, мы вам утверждаем, что вы будете по Транссибу возить грузы, которые вы сегодня даже не предполагаете, ну, а так как, я почему говорю, потому что у нас на прошлой конференции было два железнодорожника очень серьезных, один из них, Сергей Анатольевич Гришин, он из Сибири, был, возглавлял западно-сибирское отделение дороги, потом у Аксененко, ну, кто постарше ориентируется в этих фамилиях, знает, что потом был у Аксененко замом по движению, замминистра, то есть это с точки зрения железнодорожной жизни, это большой железнодорожник с большой буквы Ж, понимаете, такой, то есть больше представить невозможно, так вот, я ему говорю, возить вы будете сибирский холод по этой железной дороге, причем по цене, там, ну, в два раза дороже, даже не в три, не в два, наверное, в три раза дороже нефти, представляете, мозги железнодорожника, которые ему говорят, что будут возить в 50 раз больше грузов по Транссибу, и это будет какой-то сибирский холод, но я могу сказать, это круче, чем с телефоном, вот с тем, так сказать, но тем не менее, почему я, друзья, это говорю, это реалия нашего времени, и то, что мы сейчас делаем, просто мы идем на шаг впереди, мы делаем то, что сегодня для многих является завтрашним, а вообще несбыточным днем, а мы сегодня это делаем, так же, как для Сергея Брина, в свое время, с которым я сидел на одной площадке в офисе, это был 93-й год, для него был такой гугл, понимаете, сегодня мы без гугла жить не можем, а я еще, понимаете, я просто настолько древний оказывается уже, что я знаю еще разработчика этого гугла, когда он жил в России и разрабатывал эту систему, и при мне, ну не совсем при мне, но я был участником одной очень интересной истории, когда не Сергей Брин, а разработчик, нет, не ВКонтакте, это Яндекса, Яндекса, когда он пришел просить деньги у одного там моего, ну не сказать товарища, но с кем мы сегодня работаем вместе, и он к нему приходит и говорит, слушай, сейчас развивается вот очень интересное информационное пространство, можно вложить деньги и очень здорово заработать, создать, ну как бы такую, ну не программу, ну вот в общем такую среду, он говорит, что такое, он говорит, ну представляешь, ты садишься за компьютер, задаешь ему вопрос, он тебе отвечает, он говорит, с компьютером разговаривать, это же железо, как с ним можно разговаривать, и он ему не дал 200 тысяч долларов, а он ему предложил 60% в Яндексе, и поэтому мне до сих пор говорит, я вот когда включаю и вижу на бирже, Яндекс стоит 6 миллиардов долларов, я говорит, понимаю, что 4 миллиарда должно было быть моей, и инвестировать надо было всего 200, он говорит, ну я не поверил о том, что надо вложить 200 и получить 4 миллиарда, потому что я не мог представить, что с компьютером можно разговаривать, но этого никто не мог представить, потому что я могу сказать, что молодежь-то, ну тоже сейчас мало кто понимает, оценить, сколько, почему сегодня Фейсбук стоит, сколько он там уже, 270, по-моему, после последнего скачка, когда Цукенберг за один день заработал 6 миллиардов долларов, то есть сегодня объяснить и понять, ну вот нынешнее поколение, кто в этом, они хоть понимают, что такое Фейсбук и почему он стоит 270 миллиардов долларов, а вот допустим, экономистам, вот реально, вот я тут разговаривал с академиками в Советской Академии Наук, они хоть убейте, не понимают, почему он стоит 270 миллиардов, у них сразу, это дутые цифры американцев, у них ВП, у них на дут, то есть не может какая-то программа столько стоить, стоить, допустим, ну почти в 10 раз больше, чем Газпром, а это реальность времени, он действительно стоит сегодня так, а будет стоить еще дороже, и когда вот мы сейчас делаем совместные там проекты и подключимся вместе там с Цукенбергом и с Гуглом будем делать определенные проекты, и у них капитализация будет еще больше, потому что это то время, к которому подошло. Так вот, почему это очень важно сейчас представлять, я вам сразу очень такими большими досками показал несколько вещей. Сейчас вот прошел форум, вот 20-30, стратегия развития там и так далее, и так далее. Вот, я на него не попал, потому что, хотя я не люблю, я долго не участвовал в этих форумах и обещал Толоконскому приехать, но не приехал по той причине, что у нас приехали настолько серьезные крупные партнеры, вот в Минск буквально позавчера, и мы отработали командой там очень серьезные вещи, то есть продвижение проекта там сейчас сразу в нескольких регионах, и у нас в ближайшее время будет такой резкий скачок в развитии программы. Это было важнее, чем участие в форуме. Вот, а вчера просто прилетать на заключительный день смысла не было никакого, потому что это уже никакой работы. Ну, а дальше я вам просто могу сказать, участие в этих форумах, оно научной точки зрения интереса не представляет никакого. Но вот как вы будете обсуждать с человеком, когда вы знаете про интернет, вы знаете такие слова, как Google, Facebook, Skype, Xerox, ну еще что-нибудь, ну вот в общем, вы это знаете, а вы разговариваете с человеком, который этого не знает. И вот как вы представляете, в 90-м году попробуете объяснить человеку, что такое GPS. То есть, когда вы говорите, у вас на торпеде машины, стоит маленький телевизор, который со спутником, по спутнику связан с одним центром, он вам показывает карту, которая находится впереди, сколько там машин едет и даже пробки, ну пробок в 90-м году не было, и сколько машин находится впереди дороги. Вот представьте, в 90-м году вы бы это кому-то рассказывали. Мы тогда фильмов про Джеймса Бонда не видели. И сказать, что у нас будет маленький телевизор на торпеде в Жигулях, который будет со спутником, и еще, так сказать, «А вы это знаете, а у вас в машине такой стоит». Мы говорим, «Да ничего, нажал на кнопку и видишь». Понимаете, несколько разные разговоры. Так вот, до недавнего времени мы как раз из себя представляли ту команду, когда мы знаем, что делать и что будет завтра, послезавтра, а больше никто, в общем-то, не то, что не знает и не хочет знать. И в этом плане мы очень долго искали собеседника, то есть, с кем разговаривать. Я могу сказать, после Александра Ивановича Лебедя это оказалось практически невозможно. Вот беседовать вот с этим товарищем, который говорил, который 200 тысяч не дал, значит, мы ему делали по-другому. Мы уже с Юницким, понимая развитие, мы создали 18 компаний в мире, которые капитализировали очень серьезные месторождения, проекты с применением технологии. Ну, то есть, есть сегодня месторождения, которые нельзя достать. Ну, нельзя туда прийти. Это вечная мерзлота, это болото, это скалы, это пустыни, то есть, туда железная дорога приехать не может. А наша Skyway туда может легко приехать. Естественно, мы делаем, что мы считаем, вот стоит месторождение, сегодня оно стоит ноль. Завтра мы туда строим дорогу, оно стоит там 100 миллиардов долларов. Ну, примерно вот такими вот этим 18 компаниями создали компании на триллион. Ну, то есть, нам цифра нужна. Вот. И дальше к этому же человеку, который не дал 200 тысяч на Яндекс, я ему говорю, слушай, вот так и хочется. Я говорю, Шотик, ты не дал 200 тысяч на это, а сейчас у тебя уже другие деньги. Теперь тебе надо дать 50 миллионов долларов, и ты получишь 50 процентов компании, которая стоит триллион. Надо только показать, вот что все это ездит, и все, и ты сразу капитализируешься. Год мы с ним разговаривали, год мы с ним, и он не дал. Я говорю, Шотик, ну ты уникальный еврей. Я говорю, тебе один раз предложили 200 тысяч за 4 миллиарда, второй раз предложили 50 миллионов за 500 миллиардов. Я говорю, ты все равно отказался. Не, ну это я так ради шутки, конечно, было очень тяжело через это перешагнуть. Вот. Мы тут до сих пор общаемся, и он наконец-то созрел, он говорит, ну ладно, в технологию я к вам не пойду, но у меня есть проект, вот в проект в этот я вкладываться буду. Ну я говорю, ну тут уже как бы это, там уже доходность будет совсем другая, потому что адресные проекты, они не могут дать той доходности, которая была в корневой технологии. Так вот, друзья, что, скажем так, ну технологии вы видите, да, то есть я про нее уже буду меньше рассказывать, если вопросы будут, я технически коротко отвечу, потому что про технические вопросы у меня всегда один ответ. Друзья, все вопросы решены. Когда мне начинают задавать, натянется, сдует, не сдует, порвется, не порвется, все, я сразу опять люблю задавать вопросы, достаю, особенно это к молодежи, потому что старшее поколение, как ни странно, это еще помнят, а молодежь вообще, так сказать, вот представляете, вот в мире там почти 2 миллиарда вот этих устройств, вы набираете 9-10 цифр, и одно устройство связывается с другим устройством. Я, как школьный учитель физики, люблю задавать вопрос, а почему? Вы можете это объяснить? Ну там цифр, комбинации, там еще, так сказать, ну то есть физический смысл этого понимает, тем более, а если спросить, как летает самолет, вот не махая крыльями, там 200 тонн, там закон Бернули, закон сохранения энергии, ну во всяком случае, вообще мало кто сегодня представляет. Так вот, это все работает благодаря пьезоэффекту. Пьезоэффект это свойство кремния, модулировать уникальную электровагнитную волну при ударе электрическим током. Дальше, это устройство модулирует волну, переходит в передатчик, передатчик усиливает, уходит, и устройство где-то обратное производит демодуляцию, и происходит расшифровка. То есть, не было бы кремния, и возможности модулировать волну, вот этого всего бы не было. Поэтому весь интернет, мобильный интернет, вся передача, это только кремний. Почему называется кремниевая долина, кремниевые технологии, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, не было бы кремния, всего этого не было. И сколько не пытаются заменить кремний другими полиматериалами, до сих пор не заменили. Но кремний дал этот вопрос, поэтому развитие всей микроэлектроники определило свойства кремния, а не потому, что мы хотели разговаривать. Хотели разговаривать Мы всегда, помните, да, современной, так сказать, передачи информации, вот, но научились разговаривать только с помощью мобильной связи, мобильных телефонов, которых сегодня много. Так вот, точно так же сегодня струнные технологии, они идут не потому, что мы сегодня хотим сделать именно такую дорогу, потому что преднапряженная металлическая конструкция, это очень дешевая, качественная эстакада, которая решит те вопросы, которые перед нами стоят. И другого пути, человечество за последнее время пыталось решать вопросы по-другому, ну, чтобы возить большое количество грузов. Пытались с помощью дирижаблей, то есть используя подъемную силу, выталкивающую силу Архимеда. Ну, как вы понимаете, где-то удобно, где-то неудобно, но массово это не прижилось. Пытались с помощью магнитной левитации, то есть пояс на магнитном подвесе. Тоже потратили кучу денег, кучу времени, результата не добились. Ну, сейчас есть еще ряд экзотических вещей, но железное колесо по железному рельсу, и как раз Юницкий, как инженер, показал, что это самая дешевая форма перемещения. И вот мы как раз сейчас, подойдя к этому и подведя технологию к тому, что она сейчас делается, я задаю вопрос. Какая сегодня может быть стратегия 2030? Какая может быть стратегия сегодня одной седьмой части суши без использования этой технологии? Вот тот, кто понимает, да, говорит, это пустая трата времени, и я говорю, зачем впустую тратить времени? И следующий вопрос, вот то, что мы сейчас подошли, и с точки зрения уже бизнеса, чем мы занимаемся, и здесь у меня есть определенное свое представление, как это развивалось. Потому что два года назад, когда я провел очередные переговоры, год готовил одного крутого олигарха с Юницким, в чем вопрос, особенно с учеными? Здесь вы тоже, наверное, понимаете, что как только возникает ученый и крупный бизнесмен, то через какое-то очень непродолжительное количество времени бизнесмен задает вопрос. Вот деньги мои, технология создается на мои деньги, все как бы делается, а ты кто? Ты чертишь у Кульмана? Вот иди черти у Кульмана, а когда речь встает о контрактах, о бизнесе и так далее, я разберусь, как без тебя заниматься. При этом мало кто понимает и представляет, что все в этой жизни, чем мы пользуемся, придумали инженеры. Ни один бизнесмен, банкир, политик или еще кто-нибудь ничего не придумал. Были совмещения, ну допустим, Эйфель, который был инженером и по совместительству финансистом. Правда, обанкротился, сидел потом в тюрьме. Это тоже, так сказать, такие нюансы бывают. Есть, допустим, Билл Гейтс, который являлся программистом. Ну там Цукенберга знаем, это уже герои нашего времени, так называемого пятого технологического уклада, как мы называем. Но всегда идет во главе это инженерная мысль. То есть что-то создается, а потом это что-то капитализируется. Когда ничего создавать, не может ничего капитализироваться. И вся история показала, что без создания нового продукта не может возникать добавленная стоимость. И как раз вот эти технологические скачки, они позволяют создавать вот эти большие финансовые инструменты, большие финансовые возможности, которые есть. И это на протяжении истории, там я потом коснусь вот этой темы, которая сейчас идет, называемая технологическими укладами. То есть это о том, что нельзя одно время сравнивать с другим. То есть я уже привел пример, что сегодня и 30 лет назад, ну время просто разное. И мы с вами разные, и дети у нас тоже разные, потому что, ну мало кто может представить, что у вас там внук в 6 лет будет разговаривать с телевизором или с одногруппником по детскому саду. И учиться по английскому языку с учительницей из Болгарии, понимаете, так сказать. То есть это было трудно представить какое-то время назад. Сегодня это реальность. Сегодня они без компьютера, ну давайте это оставим, мы это уже, надеюсь, и так все поняли, да. Если кто-то этому будет возражать, то я потом в перерыве готов выслушать аргументы. Так вот, нельзя говорить о том, что мир, допустим, 90-го года и начало 20-го века, это тоже один и тот же век. Когда не было самолета, машины, двигателя внутреннего сгорания, не было нефти и не было доллара. Тоже трудно сказать, что мир до нефти и до доллара, то есть нефти и доллар, который был в 20-м веке и сейчас, что это один и тот же мир. Это был совсем другой мир. Начнем с того, что тогда были еще пять крупнейших империй, которые существовали тысячу лет. А как только появилась вот эта связка нефти и доллар, ушли многие империи, в том числе Российская империя, Британская империя, Германская, Османская. В общем, мир поменялся. И спорить, что он не поменялся, это, ну, по-моему, тоже глупо. Точно так же мир до электричества и после электричества. Как вы думаете, изменился он или нет? Ну, я думаю, обсуждать тоже нет. Ну, и, соответственно, там осталась у нас паровая машина, которая тоже изменила мир. То есть это шаги цивилизации. То есть мы, вступив на цивилизационный путь, каждый раз открывали новые технологические решения, которые кардинально меняли мир. И рассматривать, сравнивать мир о том, который был до технологического скачка и после, смысла нет. Это так называемые длинные технологические циклы. Эту теорию ввел еще Николай Кондратьев в начале 20 века. Сейчас ее активно продвигает и делает это Сергей Юрьевич Глазев. И мы как раз эту всю теорию взяли и показали то, что сегодня мы стоим на рубеже следующего технологического скачка. То есть это уже шестой-шестой уклад. И, соответственно, он характеризуется новыми технологиями, которые будут делать рывок в сфере транспорта. Потому что пятый уклад, это то, что мы с вами прожили с 90-го года по сегодняшней, это информационная революция. Это интернет. Интернет это не технология, чтобы вы понимали. То есть интернет это агрегированная среда, которая включает в себя микроэлектронику, программирование, спутниковые ретрансляторы. Очень много что. Это отрасль. Но все это мы называем интернет. И пятый уклад. Сейчас мы с вами приступили к другой среде. Мы сегодня формируем новую технологическую среду, которая называется транснет. Это следующая технология, основой которой являются струнные технологии Юницкого, которые позволят создавать экологическое освоение территории, создавать экологическое новое освоение месторождения, создавать скоростные, дешевые, бесплатные. То есть опять же, когда мне говорят, характеристику того, что будет через 10-15 лет. Я говорю, ну представьте, что вы из Красноярского края, в любую точку сначала евроазиатского пространства, а через где-то 20 лет в любую точку мира можете перемещаться бесплатно. При том, первым классом самолета. Мне сразу говорят, невозможно. Говоришь, ребята, скайп. Сколько лет назад скайп был возможен. Сегодня все возможно. То есть технология, которая подходит, она будет делать очень качественно новое перемещение. А это значит новая логика расселения. Это новое построение логики городов. Это новое освоение месторождения. Это то, что сегодня будет, будет очень новое. И то, что я считаю, основная фраза, которую вы для себя должны сегодня запомнить, чтобы не напрягаясь по поводу транснета, интернета, шестого, седьмого технологического уклада. А мы сегодня уже приступили к формированию следующей сети, следующего уклада. Но этим я вас сейчас сильно грузить не буду. Так вот, вы должны понять. И я думаю, что с точки зрения здравого смысла ни у кого возражения не будет. За ближайшие 5, 10, 15 лет мир изменится более радикально, чем изменился за последние 15. Вот это абсолютная истина, к которой надо подойти. Если вы будете там возражать или думать, то, друзья, просто поверьте, что будет так. И это изменение будет настолько серьезное, насколько вы сейчас, ну вот сегодня со знанием, и сегодня именно знанием, которое вы обладаете, вы просто не можете говорить так же, как мы не могли предполагать, как изменит жизнь там интернет, транснет, GPS и так далее, и так далее, и так далее. А все это сопровождается, почему мы сегодня вошли именно в финансовые инструменты, почему мы сегодня говорим то, что мы сегодня создаем систему краудинвестинга, то, что на этом можно заработать. Это вся история показала, что тот, кто вошел в Google или тот, кто вошел в Apple на первых этапах, он сегодня имеет рост акций десятки тысяч раз, потому что только такие технологии дают возможность. И почему мы сегодня пришли в краудинвестинг? Мы говорим, нам сегодня нужны небольшие инвестиции для того, чтобы сделать доказательную и, соответственно, базу, которая защитит технологию. Для этого не нужны какие-то огромные колоссальные деньги. И мы к этому сегодня уже подошли. А дальше сюда придут другие инвесторы, другие фонды, другие деньги, и они, соответственно, решат те вопросы, которые сегодня стоят. То есть туда будут инвестированы триллионы и триллионы долларов. И я могу сказать, что сегодня уже появляются инвесторы, в портфеле которых находятся сотни миллиардов долларов. Но это все как раз, почему мы уже начинаем подводить промежуточные итоги, это результат двухлетней работы. Пока мы не сделали эту базу, пока мы не создали, не начали строить, не приступили к испытаниям, нам говорить было не о чем. Вот о чем мы говорили с Юницким до этого там 15 лет. То есть мы приходили с инвестором, обсуждали и говорили, а теперь, когда ты дашь деньги, мы тебе это через 2-3 года покажем. Соответственно, возникал вопрос, значит, у вас сейчас ничего нет, и вы это создаете за мои деньги. И, соответственно, партнерское взаимоотношение, претензии на технологию, и это было всегда. То есть у нас было несколько крупных партнеров, на моей только памяти, это 11 раз мы запускали этот процесс, и он всегда заканчивался одинаково. И когда Юницкий сказал, что будем делать краудинвестинг, для меня 2 года назад, в декабре 2013 года, краудинвестинг, ну это мы уже ввели потом, а это MLM, MMM, и вообще, так сказать, для меня это все было одно и то же. Я говорю, Юницкий, ну как можно инновационную венчурную технологию, которая и так трудна для восприятия, еще перевести ее сегодня в систему MLM, которая будет там собирать многоуровневым маркетингом деньги. Но сейчас я могу сказать, что по протяжении времени, 2 года, это был единственный правильный ход, все, что мы сделали, это единственно правильное, мы собрали, инвестировали необходимые деньги, и сегодня идет строительство, идет испытание. На следующей неделе Юницкий в Санкт-Петербурге приступает к продувкам новых моделей по аэродинамике. И здесь я могу сказать, ну там для кого с точки зрения физики это не пустые слова, мы приступили к продувке аэродинамики коэффициентом уже меньше, чем 0,05. Чтобы было понятно, Жуковский теоретически рассчитал, за счет чего подняли самолет, теоретически возможные ЦХ сопротивления движущегося тела 0,043, а мы перешли уже 0,05. То есть мы на 7 тысячных приблизились к теоретически возможным. То есть когда мы говорим с кем-то из аэродинамиков, там авиационщиков или железнодорожников, у которых бегает состав, у них ЦХ, допустим, 0,2 или там 0,15. Ну представляете, да, но чтобы для кого непонятно, то есть аэродинамика, сопротивление это то, на что тратится 95% энергии на скорости движения больше 300 км в час. А на скорости 500-600 км в час практически 99% энергии уходит на аэродинамику. Поэтому каждая тысячная доля ЦХ это огромные просто миллионные тонны в нефтяном эквиваленте. Поэтому снижение ЦХ на одну тысячную в эксплуатации, ну там на сайте посмотрите, то есть Юницкий очень интересно приводит цифру, что при эксплуатации только миллиона юнибусов за 20 лет экономится нефть на 10 триллионов долларов. То есть ее надо добыть, сжечь и получить движение. Так вот только на одну тысячную, уменьшив ЦХ, эту нефть можно не добывать и не сжигать. Это как раз эффект вот этого сетевого построения, когда начинаешь считать эффект не от одного автомобиля, а эффект от сети. Вот это как раз то, что сегодня дает Транснет, то что нельзя было себе даже представить в интернете. Вот ну смотрите, я так в общем-то для того, чтобы новичкам войти в курс дела и понять о чем идет речь и что это сообщество здесь занимается. Вот я попытался как бы так рассказать и дать, ну скажем так, практические, научные и такие теоретические основы. С точки зрения практики я могу сказать, что мы сегодня строим полигон в Марьиной Горке в Белоруссии. Мы сегодня приступили уже к продувкам, через три месяца, через два месяца будет демонстрация прототипов первых уже путевых структур первого подвижного состава. А на октябрь месяц намечена уже презентация подвижного состава, который будет перевозить до 200 миллионов тонн. То есть это аналог Транссиба. Но я могу сказать, он выглядит по размерам, наверное, как вот этот стол. Чтобы было понятно, путевая структура вот эта система будет перевозить по способности пропускной, как Транссиб. Представьте Транссиб с его вот этими поездами, в общем это представить трудно, не говоря уже о том, как это все будет работать. Мы предлагаем сейчас городские системы, это полный аналог метро, то есть с пропускной способностью до 150 тысяч человек в час. Но если сегодня московское метро, московское правительство заключает контракты с Сименсом и Самсунгом в этом году по тендеру, интересно посмотреть, кто проводил этот тендер, на 280 миллионов долларов за километр, то сегодня в Москве километр метро стоит 280 миллионов долларов. Так вот, наша система будет стоить меньше двух миллионов. То есть это разница в 140 раз. Вот как вы думаете, московское правительство нас любит? Поэтому на наш вопрос, когда может быть вы будете рассматривать другие варианты, они сразу нам говорят, нет, мы другие варианты рассматривать не будем. Это сразу ответы на очень многие вопросы. Но мы тем не менее нашли сегодня вход, и мы ведем с московским правительством переговоры. И даже сейчас уже приступили к выделению земли, мы немножко обошли их, так сказать, их понимание. Вот их транспортный, начальник транспортного цеха, это просто был такой хитрый ход. Мы это назвали теорией Джобса, точкой входа Джобса. Ты слышали, да, что был такой интересный маркетолог Джобс, который своей деятельностью создал самую капитализируемую компанию в мире. Эйпл, то есть 270 сегодня, а нет, 700, по-моему 60, да, вот она вчера стоила или 765 миллиардов долларов. Это самая капитализируемая компания за всю историю развития экономики. Так вот, в чем интересный момент, что Джобс сам не изобретатель, он не придумал айфон и айпад. Вот, к нему пришел Грин, это определенный такой, очень тоже интересный технолог, и предложил ему концепцию айпада. То есть это планшет, который работает в сети. Но самое интересное, что сначала он с этим изобретением пришел не к Джобсу, а пришел к Николасу Деллу. Николас Делл, это тоже интересный такой, ну, по строению корпорации. У него крупнейшая корпорация Делл была на тот момент, она была лидером по производству наладонников и персональных компьютеров, ноутбуков. И, соответственно, Грин пришел с этой технологией к нему. Но Делл не увидел в этом перспективы, и до сих пор, когда слышит планшет, айпад, у него падает настроение, ему хочется что-нибудь укусить, потому что он не увидел в этом перспективы. А Джобс именно как маркетолог, он увидел, что это действительно интересно, но Джобс стал выводить на рынок не айпад, и даже не айфон. Он стал выводить айпод. Помните, молодежь, такая, так сказать, такая игрушка была? Вот, с экраном, операционная система, и просто очень хорошая такой мультимедийная система, которую можно фотографировать, проигрывать файлы. И он всех приучил одним пальцем к операционной системе ОС. И за три года он выпустил 75 миллионов таких устройств. И 75 миллионов человек в мире пользовалась этой игрушкой, тем более он их продавал ниже себестоимости, это был маркетинговый ход. Производил на тот момент, он первый начал производить в Тайване, а потом в Китае. То есть очень дешевая игрушка, он ее фактически раздал, ее по всему миру. А потом задал один вопрос. Ребята, а хотите, чтобы вам в эту игрушку пришел интернет и мобильная связь одновременно? Это был 2000 год. Ну, что дальше произошло, помните. На это отреагировал очередями на неделю, которые хотели эти айфоны. Потом он продал 150 миллионов айфонов. Потом сказал, ребята, а хотите побольше экран айпад? Я присутствовал на совещании, где Греф, Греф сегодняшний, будучи тогда министром экономики, говорит, эта игрушка, ну, эта система изменила мою жизнь. А был еще один очень чиновник такого высокого класса, которого я тоже знаю. Он говорит, купите мне, дайте я посмотрю, что же там жизнь Грефа изменила. Взял айпад, посмотрел, говорит, так я и не понял, что у этого Грефа и что здесь могло изменить. Но это уже, как говорится, жизнь, которая сегодня нас касается. Так вот, когда Джобс запустил и сделал, и дополнил линейку уже компьютерами типа МАК с операционной системой, он взял весь рынок, и сегодня, я говорю, это 760 миллиардов долларов. Это результат той работы, той теории, которую он сделал. То есть это вот плата за то, за правильный вход. Ну, мы, естественно, анализируем, мы все это начитались. И мы говорим, если нас в Москве не пускают с метро, и никому не нужна скоростная дорога, значит, мы будем входить с велосипедами. И мы говорим, что давайте мы сделаем велосипед 21 века, то есть здесь они уже где-то, ну, вот, типа вот, одна струна висит такая-то, и там сидит один, крутит педали и катается. Тем более, что в Москве все-таки климат не такой, как, допустим, там в Шанхае где-нибудь, или в Пекине все-таки холодно 9 месяцев в году, дождь идет, снег. И поэтому находиться на такой, крутить педали намного приятнее. Мы предложили концепцию спортивно-развлекательных трасс, которые делают там петли по 20-30 километров. Человек крутит педали, едет по городу, смотрит в окно, и таким образом это так называемый велосипед 21 века. Вот, потом предложили им повесить туда кабинку на 4 человека и сделать такой аналог этих туристических автобусов, но только без пробок, без ничего, так сказать. Вот, и когда мы с этой концепции вышли, то она оказалась очень востребованной. То есть мы сейчас заключили договора уже с мэрами там Дублина, Амстердама, Лондона, в общем, вот сейчас в Санкт-Петербурге. У вас три проекта рассматриваем в Красноярске. То есть сейчас создана рабочая группа, и мы будем смотреть там вокруг красноярских столбов, сделать такую трассу, чтобы можно было ехать, педали крутить, смотреть там все это. Вот, а если крутить не хочешь, это электромобиль. То есть можно не крутить, просто смотреть в окно. А если это на 4 человека, там столик стоит, то можно еще и поужинать по дороге. То есть такая индустрия новая, нового типа. И как это ни странно, у всех транспортников, они понимают, что это опасно, но возразить они нам ничем не могут, потому что это не транспорт. Мы его сертифицируем как аттракцион, как временную сборно-разборную конструкцию, которая выполняет определенные функции. И вот таким образом мы сейчас начали входить, и вот как раз первые трассы, которые мы будем строить, в том числе и в Красноярске в этом году, это вот такие легкие спортивные, экскурсионные трассы, которые будут решать. Вот, а дальше вопрос, вот мы с мэром Самары недели две заключили такой договор, и, естественно, задают вопрос, а можно там побольше-то людей возить? Я говорю, ну сколько, 6 человек, можно. Он говорит, а 12? Я говорю, 12 можно. А 25? Я говорю, 25 можно. Он говорит, ну это уже маршрутное такси. Я говорю, а вот этого я не говорил. То есть это уже ваши слова. Вот, и все. Ну и, соответственно, транспортники сидят, они понимают, что... Вот, а мы сейчас делаем очень простой вопрос, то есть точку входа. Мы сейчас строим вот такие трассы, проектируем. Вот, а началось это все с Челябинска, с Лешей Суходоевым. Когда он приехал к мэру, говорит, давайте строить дорогу. А оттуда только уехали китайцы, которые скоростную дорогу там проектировали. Он говорит, нет, про скоростную дорогу все, забудь. Уже китайцы, уже кредиты, уже землю выдают. Уже все, уже, говорит, выделили, уже поделили, уже потратили. То есть нечего там делать. Он говорит, а что можно? Он говорит, ну давайте какую-нибудь легкую систему в парке. И вот мы в парке Гагарина придумали проект. Поехали, ну как Гагарин там. И вот начали строить. А потом оказалась очень востребованная вещь. И мы ее так и называем. Это у нас своя игрушка Джобса, которую мы сейчас делаем. А дальше понятно, что как мы это только сделаем, построим, скажет вопрос. Они мне уже в Самаре сами говорят, а у нас есть микрорайон за Волгой. Там пролет один идет там 400 метров. Говорит, и там чтобы проехать, надо там 50 километров отъехать. Вы можете вот своим вот этим вот игрушкой туда бросить, там чтобы ездить? Конечно можем. Они говорят, о, вот на этом мы пока и договорились. Поэтому так же, как и здесь. У вас на остров там пролетом 800 метров. А это как раз уникальность технологии в том, что представляете мост 800 метров длиной. Но то, что сегодня в Керченский пролив собрались строить, этот мост там будет стоить 10 миллиардов долларов. А у нас это все проходит с одним пролетом. И удорожания проекта практически нет никакого. Поэтому это просто другая технология, другие возможности. Вот таким образом мы делаем. А вот теперь для нас, для инвесторов, кто уже пришел, что это такое? Я могу сказать, что тот, кто входил к нам два года назад, мы венчурной премии, которую определяли в компании, были один к 4 тысячам. То есть каждый рубль, кто платил, получал 4 тысячи акций сразу на этот рубль. Естественно, это было два года назад, когда мы сидели втроем в кабинете, я, Юницкий и Бабурин. И поэтому для нас каждый рубль, который приносили, для нас это было очень важно, потому что это сразу самая важная жизнь конструкторскому бюро. То есть надо было купить Юницкому бумагу, эти карандаши, которыми он чертил, компьютер, поэтому была ценность. Но я на тот момент еще в краудинвестинг не входил. Я не верил вообще, что он работает. Потом появился молодой парень, который работал в ММН, Сергей Семенов. И после этого стали происходить какие-то чудеса. Приходят люди, приносят деньги, что-то платят, так сказать, получают какие-то расписки. Я говорю, ребят, а вы хоть понимаете, что вы делаете? Он говорит, понимаем, нам есть договор, мы знаем, так сказать, нам нравится технология, мы вкладываем деньги. Я говорю, ну у нас же еще юридическая защита не отработана. Говорят, да мы Юницкого знаем, нам расписки дают, в принципе, нам достаточно. Я говорю, ну ладно, а если мы вам дадим сейчас защиту, юридические акции, зарегистрируем вас в реестре компании западной. Они говорят, о, так это вообще замечательно. Ну и, соответственно, мы начали работать. И таким образом у нас были, конечно, несколько шероховатостей за эти два года. То есть, ну опять же, тут мы учимся, не сразу все получилось. Но на сегодняшний момент мы отработали довольно-таки четкую, стройную юридическую систему, что тот, кто входит, инвестирует, он защищен как минимум несколькими юрисдикциями. И на сегодняшний момент мы для себя приняли решение, что помимо российского законодательства все-таки лучше защитить еще и британским правом, потому что, ну потому что, потому что, так сказать, все-таки они больше декларируют то, что их право защищено. Хотя, с другой стороны, тут надо четко понимать, тот проект, который мы делаем, он высокорисковый, это венчурная часть, и никто не может сказать, что будет завтра. Потому что, ну там история, которая у нас была в Литве, там два года назад или полтора, когда пришли, нам выделили землю, начали работать, а потом приехал никто-нибудь, как президент самой страны, и у нас отобрали эту землю, арестовали счета, ну еще и завели уголовные дела на Юницкого, чтобы, так сказать, совсем скучно не было. Предположить в страшном сне, что так произойдет, мы, естественно, не могли. То есть, а у нас была даже, наоборот, некая эйфория. Поэтому, когда у нас сейчас еще в двух странах очень активно сейчас предлагают там условия, там еще, еще, мы говорим, ребята, давайте сначала рассмотрим систему страховок, а потом уже будем рассматривать систему, как к вам входить. И поэтому, когда сделали полигон в Беларуси, еще так, там отстроено довольно-таки сейчас, ну опять, насколько это возможно, с президентом Лукашенко отстроена система гарантий. Но на сегодняшний момент она работает довольно-таки стройно, потому что компания западная, инвестиции все считаются, которые туда приходят западные, у нас западные партнеры. Поэтому сегодня властям Беларуси разрушать эту систему, ну я думаю, мягко говоря, нецелесообразно. А то, как они сегодня себя ведут и делают, ну я могу сказать, что вызывает только серьезное уважение и серьезный такой профессиональный подход. Это то, чего мы здесь в стране в принципе не видели. Но давайте не будем сильно ругать, потому что времена резко поменялись. Вот на прошлой неделе Министерство транспорта первый раз на экспертном совете подтвердило, что струнная технология, вдумайтесь, первое, что она есть, первое, что она существует. Второе, что она инновационная и она может быть рассмотрена к применению в народном хозяйстве. То есть я когда это прочитал, ну это прям так сказать все, не прошло и каких-то 15 лет после испытаний, после всех, то есть оказывается нам сказали, что мы есть и мы можем существовать. И это, конечно, колоссально. Юницкий каждую неделю ездил на этот экспертный совет, была проведена огромнейшая работа, вот именно с точки зрения признания аналитиками, экспертами о том, что. Но основное то, что происходило, это то, что на каждый аргумент Юницкий показывал то, что делается в Марьиной Горке, показывал испытания, показывал строительство, показывал чертежи. И с этим спорить, ну практически невозможно. Ну и последний аргумент. Ребята, остается два месяца до демонстрации легких юнибайков, то есть легкой системы, остается четыре месяца до подвижного состава, который будет возить уголь, и полгода, когда выйдет прототип городской системы. Поэтому, в принципе, вы можете нас не признавать, но через полгода вы никуда не денетесь. Через полгода этот факт придется признать как медицинский. И естественно, что вот это то, что приходится признать как медицинский, сегодня играет ключевую роль вот для тех крупных фондов, которые сегодня играют на рынках. И сегодня они к нам потянулись. Почему? Потому что они увидели, что возникает огромнейшая игра, огромнейшая ниша, которая сейчас будет активно развиваться. И у них, я постоянно повторяю эту формулу, вот. Из них никто не хочет быть первой, потому что это риск. Но из них никто не хочет быть второй, потому что второй теряет все. С первой получает основную прибыль. И поэтому вокруг нас сейчас ходят три крупнейших фонда. Они вводят жалом, так сказать, они смотрят. Вот на прошлой неделе, не на прошлой, а даже вот на этой неделе. Там они нам дали с Лешей самолет, мы полетели в Минск. Вот они там все-все-все показывали. Познакомились с Юницким, походили по конструкторскому бюро, уехали вот с такими глазами. Ну, сейчас посмотрим, как результаты. Они там, вот. Одно могу сказать, что Леша теперь, скорее всего, там на следующей неделе везут уже в Монголию. Показывают, что, ребята, вот лежит месторождение. Его никто не может взять. Вы нам можете спроектировать, сделать? Конечно, можем. Вот начинается. И вот этот процесс сейчас начинает уже так набирать обороты. И я могу сказать, что к концу этого года, ну, давайте, с вероятностью 99%, могу взять перед вами обязательство, что объем инвестирования, который необходим для конструкторского бюро, будет закрыт такого рода инвесторами. Вот. Мы еще сомневались, будет это сделано в этом году или на следующем. Но вот после последних двух недель, когда к нам с двух сторон зашли сразу два фонда, один хочет выкупить наш велосипед, вот этот, сразу все права на всю Европу. Говорит, любой велосипед, который будет в Европу, будет наш. Но мы говорим, ну, велосипед-то вообще не жалко продать, понимаете? Мы его придумали просто как точку входа. А если за это кто-то еще платит, там обсуждается десятки миллионов долларов за даже небольшой пакет в этой компании. Ну, ради бога, давайте обсуждать. Поэтому процесс пошел. И самое главное, что сейчас накладывается несколько процессов, которые идут. Первое. Это, к сожалению, тема моих вебинаров. То, что мы с вами не можем обойти, не это сказать. Это крайне кризисная ситуация, которая подошла в России. То есть мы много об этом говорили. Просто сейчас сложились факторы, что хотим мы это, не хотим. Мы вступили в этот период, который уже изменить, обойти, перепрыгнуть невозможно. То есть и начало падения цен. Это просто вот как бы первый свисток, который в ближайшие три года ожидает очень серьезнейшие такие изменения. И поэтому нужна очень четкая концепция, стратегия, что в этой ситуации делать. И оказалось, что за 15 лет никто на эту тему, никто не то что не думал, а все думали, что как-то пронесет. Пока цена будет 100, потом 200. А я слышал в Газпроме, они готовились к цене в 280. Показали бы мне этих аналитиков, только кто им там делал. Я бы сразу им сказал, что они ерундой занимаются. Так вот, оказывается, они это делали как стратегию. А жизнь изменилась, и оказывается, что нефть теперь не будет ни 280, ни даже не 80, и похоже, даже не 8. Понимаете? И в этих условиях надо будет заниматься экономикой, заниматься инвестированием, заниматься стратегией развития. А как показал вчерашний форум, то есть все, что выводы, которые они сделали, все, что они... Ну, это просто... Ну, друзья, мне стыдно за этих экономистов. Единственное, Олег Дерипаско там что-то вышел, говорит, ребята, а вы когда-нибудь думать начнете? Нет? Вы хоть что-нибудь будете делать? Вот. Ну, на что ему ответили, сиди, твой алюминий все равно никому не нужен, так сказать, и никуда нет. Все, поэтому сейчас говорит о том, что стратегии четкого понимания сегодня нет. С точки зрения тех, кто занимается планированием, ну, сейчас это уже сказать традиционным правилом неправильно, потому что то, как они планируют 20-30, это уже не традиционный метод, это уже непонятно какой, потому что любое планирование, оно подразумевает стратегию, любое планирование подразумевает анализ. А когда под стратегией понимается просто своя хотелка, но это с научной точки зрения не вызывает никаких эмоций, кроме профессиональной пригодности тех людей, которые... Ну, я на вебинарах не скрываю своего отношения к Аркаше Дворковичу, к Медведеву, к Шувалову. То есть я честно могу сказать, я к этой команде с точки зрения профессионалов отношусь очень слабо. Они все умные люди, не идиоты, но их весь профессионализм и ум направлен на задачи, не сопоставимые с управлением страной, с получением экономической прибыли и так далее, и так далее. Они работают на какие-то другие цели и задачи. Какие, я объяснить не могу. Но они делали концепцию 2020, в чем я принимал активнейшее участие. Я думал, что мы сейчас туда поставим дороги, стратегию, сделаем все. Потом, когда я понял, что никто, что это никто не хочет рассматривать, это никому не надо. Но чем закончилась судьба стратегии 2020? Она умерла еще до того, как принялась. То есть это уникально. Теперь они говорят, будем делать стратегию 2030. Но я сразу сказал, ребят, доделайте сразу 2050, а то вы не успеете ее доделать, она умрет. Ну вот на этом как бы сейчас закончилось. И по выступлению, почему, ну здесь, так сказать, я еще не стал выступать на форуме, потому что был бы конфликт между Академией наук, сибирским отделением, высшей школой экономики, которая представила свою концепцию, и нашу. А наша вся концепция, это одна. Строй Skyway, спасай Россию. Все. Потому что если вы не строите Skyway, то о чем вы хотите делать? То есть что вы хотите развивать? Смотрите, вот эта картинка, почему мы ее сейчас везде вставим в ролапах и везде. То есть это технология, которая практически полностью демонстрирует весь спектр технологий. То есть наверху, видите, это скоростная система, которая, ну аналог скоростного поезда, но в 20 раз эффективнее по строительству и по эксплуатации. Вот, то есть это скоростная система, ее расчетные скорости сегодня в районе 500 км в час. Я могу сказать, что с точки зрения железной дороги, это уже утопичные цифры. Потому что железная... Вот просто привожу вам цифры, чтобы вы понимали, что... Ну потому что вы уже понимаете, в физике, в экономике там все подтверждается только цифрами, которые... Смотрите, между Пекином и Шанхаем существует скоростная железная дорога китайская. Она стоит в районе там где-то 100-120 миллионов долларов за километр. И китайцы сегодня ее эксплуатируют со скоростью 350 км в час. Они поставили целью задачу увеличить скорость с 350 до 380 км в час. 30 км в час увеличение скорости эксплуатации. Ну вот, казалось бы, едешь ты 350 или 380. Вот какая разница, да? Так вот, удорожание проекта Шанхай-Пекин на 100 миллиардов долларов. Понятны цифры, да? Да, всего на 30 км в час увеличение скорости стоимость проекта 100 миллиардов долларов плюс. То есть, ну это... Я почему просто... На наших каналах в Ютубе идет огромное количество фильмов. И вы там посмотрите. Потому что им вот ради этих 30 км пришлось заменить все. Даже лобовые стекла, наклон, который идет, то есть птица, которая попадает, им пришлось бронирование стекла увеличить в два раза. Вот, потому что на такой скорости, если бы они оставили старые стекла, птица влетает в салон. То есть на скорости 350 км. Вот, поэтому... И там вот таких вот нюансов, включая контактную сеть, только съемники, там релейные системы, которые горят. Так вот, вот это все... Я почему это говорю? Так вот, это только вилка 350-380. Я могу сказать, что сегодня французы ТГЖ разогнали свой поезд с максимальной скоростью пока это 480 км в час. Это пока рекорд, который они дали. Но после прохождения этого поезда сзади произошло стопроцентное разрушение пути. Стопроцентное. Понимаете, да? Так вот, что? Нет, там аэродинамика сзади такая, что... Да, конечно, что... И понятно, что сегодня эксплуатировать железную дорогу при скорости 480 км невозможно. Поэтому 380 сегодня пока предел эксплуатации железной дороги. Поэтому когда мы... То есть просто хорошо здесь, как бы специалистов нет в этой области. Поэтому для вас цифра, когда я говорю 500... Так вот, я могу сказать, для любого железнодорожника цифра 500 км в час. Сегодня это уже недостижимо. Или он понимает, что цена должна быть примерно как полет на Марс. Ну, как в крайнем случае, как на Луну. Очень хорошо решается. С трением конкретно это в чем? А, вот это как раз не с трением. То есть почему такие низкие затраты? И когда я говорю, что строительство и эксплуатация в 20 раз дешевле. Вот это как раз все объясняется аэродинамикой. То есть скоростное движение, основная затрата энергии, я уже говорил. Свыше 300 км в час это 90%. Свыше 350 км это 95%, а свыше 400 км 99% энергии идет на аэродинамику, на сопротивление. Так вот, здесь, вот на скоростной системе, убран основной фактор, который сегодня препятствует скоростному движению. Это эффект крыла. То есть когда подвижной состав движется над землей, ну то есть есть насыпь, есть шпалы, да. И между днищем поезда и землей возникает разреженное пространство. То есть эффект, когда поезд начинает отрывать от земли. Для того, чтобы все это сделать, зажать, прижать, применяется огромное количество технических средств и так далее. И огромное количество энергии уходит на то, чтобы прижать поезд к земле. Это, ну скажем так, пустые траты, которым мы энергию тратим, но мы ее для движения не пользуем, не используем. И этот эффект крыла, ну я могу сказать, в автомобиле, скоростные автомобили, ну в формуле 1 там или просто, они ставят крылья специальные, чтобы прижиматься. Понятно, что это нерациональное использование энергии, то есть энергия не для движения. Ну плюс пневмашина, которая съедает 40% энергии. Так вот, в скоростном системе, в Skyway, эта система убрана. Мы подняли над землей и разнесли рельсы на расстоянии 2 метров друг от друга. И он 10 сантиметров в поперечном сечении, его сопротивлением можно пренебречь. Потому что единица, ну там, веса рельса и поезда, она абсолютно несоизмерима. Вот, то есть там масса воздуха, которая дает сопротивление между колесом и рельсом, они ничтожно малы. Таким образом, мы убрали эффект крыла, мы подняли над землей и разнесли. То есть фактически у нас подвижной состав движется в пространстве. При этом движитель находится внутри. Это невозможно сегодня ни в одном другом транспортном средстве. Нет, нет, трение есть, еще раз, я перед этим сказал, но им можно пренебречь. Оно ничтожно мало. Тем более, что колесо по рельсу это ровный рельс и по нему по принципу подшипника катится в колесо. Поэтому оно отличается от железной дороги, там очень серьезно. Так вот, только за счет этого, вот вдумайтесь в вопрос, что коэффициент передачи энергии железное колесо, железный рельс это 0,99 и 9 в трех периодах. То есть практически 100% передачи энергии. Потеря пневмашины, то есть за счет того, что у нас на машине стоит пневмоколесо, то есть шина для того, чтобы мы неровности дороги, 40% мощности двигателя теряется только на колесе. 40%. Это школьная физика, с этим спорить как бы бесполезно. Так вот, за счет того, что убрали пневмашину, поставили на железное колесо железный рельс. Второе, за счет того, что аэродинамику довели практически до теоретического и совершенного значения. Сегодня на аэродинамику тратится минимум энергии. И соответственно, дальше школьной формулой скорость обратно пропорциональна кубу мощности. То есть если мы увеличили там на 10, то мощность мы должны увеличить на 1000 кВт. Соответственно, вот эти все сегодня цифры приводят к тому, что для того, чтобы двигать вот такой скоростной юнибус 20-местный со скоростью 500 км в час, достаточно мощности двигателя 180 кВт. Ну это средняя Волга. Так вот, чтобы двигать с такой скоростью сегодня, допустим, Бугатти. Ну Бугатти, во-первых, 500 не может ехать, она едет максимум где-то 380 км. У нее 1100 лошадиных сил. То есть вот разница. Ну а как вы понимаете, эти 1100 лошадей, их надо кормить. Они все довольно-таки прож... Да, потому что эффект крыла, который отрывает, он всегда. Поэтому максимум, что сейчас пытаются сделать, чтобы уйти от этого момента. Ну, во-первых, была теоретическая попытка уйти на магнитный подвес. То есть подвесить в левитацию. Но Юницкий на своих лекциях очень хорошо показывает, что КПД привели где-то к 11%. То есть КПД пояса на магнитном подвесе меньше, чем у паровоза. Поэтому... И с учетом, что паровоз в начале века ездил уже 220 км в час, поэтому в принципе добавили 100 км, но оставили тот же КПД. Поэтому сказать, что это серьезное решение, это не решение. Вот, поэтому на сегодняшний момент то, что получилось с технической точки зрения, решение, оно не то, что аналогов не имеет. Раньше в этом направлении никто не двигался. И сегодня, когда мы начинаем рассчитывать аэродинамику для движителя внутри, ну, допустим, никому из авиационщиков этого не приходило в голову. Почему? Потому что для того, чтобы двигаться, нужен двигатель. Двигатель отбрасывает назад энергию. Оббрасываемая назад энергия, это всегда принцип парашюта, но это элементарные законы аэродинамики. Поэтому всегда вы будете тормозить этим парашютом. И как только любому авиационщику мы говорим, что мы этот парашют убрали, у него сразу вопрос, а куда вы его дели? И вот объяснить о том, что мы его зашили вовнутрь за счет того, что движитель у нас внутри и аэродинамика, и вот этот хвост, который как раз идет, это принцип того, что он раздвигает пространство. Потом проходит, да, конечно. Потом проходит вперед и потом происходит схлопывание воздушного потока без турбулентности. Потому что любая турбулентность – это потеря энергии. Таким образом, аэродинамику сейчас, то есть у Юницкого гениальность изобретения возникает в нескольких направлениях. Первое – это струна внутри, то есть когда внутри рельса сделано напряжение, и фактически каждый рельс превратился в вантовую конструкцию. И второе – это аэродинамика, которая сегодня доведена до совершенства, и вот когда они вместе накладываются, они дают эффект, который позволяет сегодня говорить о скоростном движении со скоростью 500 км в час в топливном эквиваленте 100 грамм на одного пассажира на 100 км. То есть никакая сегодня другая система, ну самолет, который соизмерим с этой скоростью, то есть самолет сегодня средняя скорость 600 км в час. То есть потому что взлет, посадка там, так сказать, он все равно теряет на этом. Так вот, сегодня самый экономичный аэрбас 380-й – это все равно 8 литров керосина на одного пассажира на 100 км. Разница между 8 литрами и 100 граммами есть? Все, вот это. Ну и второй вопрос – это инфраструктура. Для того, чтобы принимать аэрбас 380-й, нужен аэропорт, нужна полоса как минимум 5 км длиной и так далее, и так далее. А здесь я могу сказать, в Марьиной Горке строится станция по пропускной способности, она будет соизмерима с аэропортом Дубая. Дубай – это 60 миллионов пассажиров в год. Так вот, весь аэропорт, если не знаете, найдите в интернете, посмотрите аэропорт Дубая. Это 100 гектар земли, это были, да? Так вот, представьте, одна наша станция в Марьиной Горке, одна наша станция по пропускной способности будет такая же, как весь Дубайский аэропорт. Но мы ее уже достраиваем нашим краудинвестингом. Как вы представите, если бы мы краудинвестингом строили бы Дубайский аэропорт? Ну, я не знаю, там все население земли бы скидывалось, так сказать. Что? Там отстроена определенная логистика, система, то есть это абсолютно автоматизированная компьютерная система управления, поэтому она доведена до… То есть ожидание пассажира подвижного состава будет сведено к менее 10 секунд. То есть вы заходите, соответственно, вы сразу сели. Ну, а дальше, если говорить по системе вот наших велокаров, вот то, что мы разрабатываем, ну, это уже как бы там такие ходы, это то, что вы понимали, это уже дали более глубокое понимание. То есть вот мы когда сейчас, мы проект этот презентуем сейчас на МГУ, на территории Воробьевых гор в Москве построить вот такую первую систему наших велокаров там. Почему на МГУ? Потому что ученый совет там возглавляет сейчас одна очень интересная девушка, вот, и вот мы ей сейчас сама делаем презентацию. Так вот, в этой презентации четко показано управление, но это уже для молодежи, что есть интернет, интернет, то есть это система информационного пространства. Есть смартфон, это гаджет, с которым вы подключаетесь, интерфейс, то есть через который вы входите в информационное пространство, можете передавать, можете получать информацию. Есть приложение, которое называется, допустим, Smart App, Smart Application, так сказать, это через которым вы общаетесь. Дальше есть смарткар, то есть это трансгаджет, который управляется с помощью смартфона. И есть транснет, то есть сеть, которая уже дальше позволяет физически перемещаться. Таким образом получается полная линейка, которая интернет, смартфон, Smart Application, смарткар, транснет. Когда мы это показали, то с точки зрения логистики и продвижения больше не было никаких вопросов. Поэтому все управление, когда говорят, а как, я сразу задаю вопрос, а вы очень представляете, как сегодня работает система пакетирования и передачи данных в интернете? Ну, кто-то в этом разбирается, но я могу сказать, это очень мало людей. То есть как формируются трафики, как формируются пакеты, как они соединяются, как эти распаковываются протоколы. То есть это, собственно, и есть интернет. Это сбор, передача, пакетирование информации. Так вот, по такому же принципу будет формироваться транснет. То есть принцип продвижения будет совсем другой. Вот, а мы создаем фактически основу. Вот те сейчас, которые, видите, вот ролики постоянно идут, это и линейные города, это и порты, которые сегодня позволяют сделать. То есть вот этот порт переваливает 100 миллионов тонн руды в год. Ну, так, я понимаю, что, то есть такие цифры как бы ни о чем. Ну и что? Ну, чтобы было понятно, находка переваливает 20 миллионов. Вы можете представить порт находка сегодня и вот ту картинку, которую вы видели? То есть можете представить, нет? Ну, это хорошо. То есть порт находка, чтобы было понятно, это 200 квадратных километров. Ну, там все эти кучи перевалочные, все это постоянно пыль. Это экологическая зона, которая ближе, чем на 20 километров, лучше не подъезжать. Вот, с потерей качества угля, с потерей качества железной руды. Вот, и работает, наверное, около, ну, там, 10 тысяч человек. Вот, а здесь автоматизированная система, которая грузит объем примерно в 10 раз больше, но при этом абсолютно экологическая, чистая, ее можно делать в любой даже пляжной зоне. То есть вот, вот чем это. Да, с этим соглашусь, все надо, это точно, так сказать. Так же, как для того, чтобы работала мобильная связь, тоже надо и микросхемы выпускать интегральные. Да, это естественно, вот этим мы как раз и занимаемся. Этим занимается наша система, конструкторское бюро и так далее. Так, ну, давайте тогда по вопросам, потому что мы тут начали уже активно там что-то обсуждать. Так, ну, если все будет идти по плану и все нормально, то в апреле этого года мы уже покажем первый действующий прототип Unibike. Вот, соответственно, ну, все к этому идет, потому что мы их уже делаем, мы их уже монтируем, узлы испытываются, поэтому этот процесс идет. По первым проектам, вот здесь в частности и в Красноярске, потом, вот я уже говорил, в Москве, в Челябинске, это вот то, что у нас в стране, в Самаре, мы уже начинаем делать трассировки. То есть, и, соответственно, в Дублине, в Лондоне, ну, вот Леша летит на следующей неделе в Мастердаме, мы, в общем-то, вышли на такие серьезные уже предварительные переговоры для того, чтобы делать трассировки. Вот, потому что там основная проблема будет, это землеотводы и геодезия под каждой сваей. То есть, это везде, понятно, чтобы ставить сваю, надо... Вот, вот в Челябинске мы к этому уже приступили, в Самаре мы к этому приступим где-то в апреле месяце. Поэтому в этом году мы планируем где-то до конца лета, то есть июль-август, начать строительство как минимум 4-5 уже конкретных парков. Вот, войдет в эти парки Красноярск с проектами, ну, будем стараться. То есть, во всяком случае, пока настрой такой, что и у губернатора, и там у всех вице, кто за это отвечает и так далее, пока настрой нормальный. То есть, если не вмешается какая-нибудь вражья сила и не будет это самое, ну, эту вражью силу всегда будем гасить это самое, что, ребята, это же за наш счет, поэтому почему вы нам мешаете. И второй момент, который мы очень серьезно рассчитываем и делаем, это запуск краудинвестинга. То есть, мы хотим прежде всего, чтобы у этого проекта была большая народная поддержка. И, по сути дела, вот сейчас тем, что идет, ну, вообще в России, то, что у нас 220 тысяч зарегистрированных сегодня пользователей нашим ресурсом, это как раз то, что мы создали именно поддержку. То есть, те люди, которые сегодня приходят, и для нас сейчас, уже несмотря на то, что основная тяжесть будет переходить на крупных инвесторов и крупных игроков фонда, мы все равно краудинвестинг обязательно оставим, потому что это, ну, как называется, это пиар, это продвижение проекта. И, по сути дела, это люди, которые сейчас вкладываются, они будут потом потребителями. И это первый уникальный случай, когда мы, потребители технологии, убедили стать инвесторами. Потому что никто никогда этого не делал. Потому что вся система интернета, она создавалась по другому принципу. То есть, интернет это военная система, которую разрабатывал ЦРУ. Именно потом агентство DARPA, это как система управления войсками. То есть, это криптосистема была. Но когда их аналитики поняли, какой эффект даст применение этой технологии, они, конечно, быстренько ее выпустили в мир, там запустили и капитализировали вон там десятки, сотни миллиардов долларов. Вот, поэтому, скажем так, интернет и вся система программирования, ну, допустим, Билл Гейтс, который там, как говорят, на коленке писал свою эту самую программу, там, забыл. Но никто не знает, что Билл Гейтс был сыном зама госсекретаря Соединенных Штатов. И первые 2,5 миллиарда долларов он получил как госзаказ от Пентагона. Ну, так вот, никому неизвестный мальчик-программист получает 2,5 миллиарда долларов от Пентагона на создание операционной системы. Вот, теперь понятно, почему, заработав там сотни миллиардов долларов, он говорит, а вот теперь я в виде благотворительности 99,9% своего состояния отдаю государству на социальные программы. Ну, понятно, то есть, поэтому чудес не бывает в этой системе. То есть, все увязано и все работает, как бы это. Но, тем не менее, мы это видели, мы этим пользуемся, и это система, которая нам показала, как будет развиваться. То есть, вот дальше, если углубиться на пятый технологический уклад интернет, интернет показал прежде всего, что такое сетевое построение. Что такое огромное количество пользователей, что такое сеть, которая может решать какие-то задачи. Вот, это пятый уклад. Сейчас мы делаем сеть шестого поколения, транснет. Это следующая сеть. То есть, если в интернете произошло, ну, так называемое V2R, то есть, когда люди из реальности ушли R2V, то есть, из реальности ушли виртуальность. То есть, и основные построения стали виртуальность. То мы сейчас, то, что транснет делаем, это наоборот, это возвращение из виртуальности в реальность. И вопрос жить в сети, у нас это будет непраздный вопрос. Потому что вот такой подвижной состав, пожалуйста, смотрите, если он на одного человека, то это у вас примерно 100 квадратных метров жилой площади. То есть, если вы в нем живете, там и джакузи вам, и, пожалуйста, и бильярдная, и так далее. Вот, если он там короткий, то это просто у вас там гостиничные номеры. Поэтому, там, допустим, за неделю объехать вокруг земного шара, посетить основные места, при этом не выходя из своего юнибуса, это тоже будет уже реальность. То есть, как только сеть будет строиться, а оформление транснета мы планируем, ну, как предполагаем, что это произойдет где-то в течение 10 лет, ну, где-то через 10 лет, транснет оформится тогда, когда мировая сеть замкнется. Вот как только она замкнется, это будет новое качество вообще жизни на Земле. Потому что внутри рельсов находится оптиковолокно, поэтому как только сеть замкнулась, мы сразу замыкаем сигнал со скоростью 300 тысяч километров в секунду из любой точки Земли в любую точку Земли в неограниченном количестве. Причем, вы понимаете, без спутников, без ретрансляторов, без ничего. То есть, вы, находясь в таком юнибусе, вы обладаете неограниченным информационным ресурсом. Все, поэтому туда, куда приходит струна, туда приходит информация, туда приходит энергетика, туда приходит транспорт. Все, это новое качество. Поэтому в течение 10 лет произойдет вот это оформление. Это будет очень быстро. То есть, мы планируем, что транснет будет строиться быстрее, чем интернет. Ну, то есть, имеется в виду количество входа. Не, ну, я вас предупреждал, что изменения, которые нас ждут, вот, поэтому второе, которое сегодня до некоторых пор мы говорили шепотом, нельзя было говорить, что если интернет убрал информационные пространства, информационные границы, то сегодня я веду вебинары, у меня одновременно на вебинаре бывает из 37 стран мира одновременно люди. Ну, в основном на русском языке, потому что я по-другому не говорю. Но это значит наших соотечественников, находящихся одновременно в 37 странах мира. Ну, я сразу старшего поколения задам вопрос. Вы могли представить, чтобы вы ввели лекцию по телевизору и ее смотрели в 37 странах на 5 континентах? Ну, в советские времена за это бы посадили сразу же, даже не по окончанию, а до начала эфира. Вот, сегодня это реальность. Так вот, транснет точно так же уберет абсолютно все границы, как убрал интернет. Как это произойти, мы сегодня даже не можем представить. Представляете, что это такое? Без паспорта, без визы, без ничего, из любой точки мира в любую точку мира. Причем бесплатно. Вы этот мир можете представить? Ну, вот видите, так сказать. Да, это транснет – это информационный, энергетический транспортный коммуникатор. Да, а по-моему, а что еще транспортируется? Что? Потому что скайп. Вы за скайп платите? Все, вот точно так же, это не значит, что за это никто не будет платить. Просто скайп – это социальная функция. То есть провайдеры, которые дают трафик в интернете, им выгодно вам дать бесплатное общение за то, чтобы все пользовались интернетом. Точно так же эффект эксплуатации транснета будет настолько высокий, что социальные функции перемещения пассажиров в сети можно пренебрять. То есть ездите бесплатно, жалко что ли? По энергии здесь мы как раз идем абсолютно в ногу с Элоном Маском. Элон Маск сделал четкое утверждение, что вся бытовая энергетика через 10 лет будет бесплатной и возобновляемой. Вот точно так же, вся система движения в транснете будет за счет возобновляемых источников энергии. То есть никаких сжиганий углеводородов не будет. Более того, трасса, которая будет проходить, она еще будет вырабатывать электроэнергию для тех населенных пунктов, которые будут вдоль нее находиться. Нет, давайте фантазировать не будем. Эти все решения есть. И здесь мы... Что? Сейчас это будут десятки заводов, партнеров, конечно. Сегодня вот эта вся система, корпоративная система, она сейчас формируется. Ну, если говорить уже экономическим таким серьезным языком, то есть я все-таки макроэкономист, макропрогнозист, то основное утверждение, которое мы делаем из этой технологии заключается в следующем. Что сегодня основные прогнозные центры мировой экономики на ближайшие 10 лет прогнозируют рецессию, спад. О том, что нас ожидает безработица, распад рынков. Если Миша... Доллар это отдельная песня. То, что Миша Делягина послушает, то есть, так сказать, вот он сегодня очень грамотно, четко расписывает, что нас ждет. Так вот, утверждение той экономической школы, которую мы создали с Юнитским, и я являюсь ее последователем. В ближайшие 10 лет произойдет удвоение мирового ВВП. А в России ВВП увеличится более чем в 10 раз. А вот мы сегодня общались с представителем ТВ, так вот я могу... с мэром ТВ, да? Так вот я могу сказать, а ВВП ТВ увеличится в 100 раз. Не в 10, а в 100. Знаете почему? Потому что оно сегодня близка к нулю. Вот. А то, что дальше будет происходить... А наиболее развитые те страны, которые дадут вот за ближайшие 10 лет рост ВВП, это будет ТВ, Монголия, Узбекистан, Азербайджан. Нет, Азербайджан здесь меньше. Азербайджан, Казахстан, вот. Потому что они сегодня находятся внутри континентов, и сегодняшняя экономическая парадигма, она показывает, что страны, которые находятся внутри, не имеют перспективы развития. То есть только океанские страны сегодня имеют перспективы. Все остальные вынуждены быть их придатком. Как только мы делаем транснет, мы убираем зависимость океанских стран. Да, то есть все уходит преимущество. Более того, я могу сказать, что будет наиболее близкое плечо между потребителем и производителем. И само предприятие и месторождение будет определяться ценностью, включено оно в сеть транснета или не включено. Но я могу сказать, вот если вы сейчас вытащите симку из своего телефона, какую ценность он будет представлять? Ну, максимум как калькулятор, либо как игрушку, если ребенку поиграть. И то, без сети сейчас уже не поиграешь. То есть это говорит о том, что в сети это устройство обладает очень мощным ресурсом. Как только вы его из сети вытащили, все, это уже просто кусочек калькулятора. Вот точно так же, месторождение, которое где-то находится, пока к нему не пришла сеть, это просто никому не нужная куча железа, допустим. Как только туда пришла сеть, это месторождение, предприятие, территория, неважно что, они включены в экономический оборот. Все, то есть они попадают в пространство транснета. То есть там приходит информация, там приходит энергетика, там приходят новые технологии. И сразу расстояния начинают уходить. И сегодня представить мир, который будет без расстояний, который будет без платы за энергетику, то есть когда перемещение ноль, и когда энергия по цене близка к нулю, то есть этот мир будет резко отличаться. Нам очень долго говорили, вы это, наверное, не чувствовали, а я четко могу сказать. У нас было четкое табу. Я 10 лет не мог произнести слово о том, что нефть России не нужна. То есть просто это звучало как, сразу говорил, ты что, родину не любишь? Я говорю, да нет, я родину люблю, я нефть не люблю, понимаете, так сказать. Потому что сжигая такое количество углеводородов, выкидывая ее в атмосферу, когда мы миллиарды тонн засеиваем серыми, свинцами и так далее, потом все это в пищу, все это едим, получаем здоровье больных детей там и так далее, и так далее. Я не могу сказать, почему я это должен любить. За счет того, что кто-то на этом получает прибыль, но весь вопрос, а если я знаю, как получить другую прибыль, мы будем это обсуждать или нет? Вот на сегодняшний момент предмета обсуждения было. И вот только полгода назад, когда нефть стала стремительно падать, и всем очевидно стало, что эта нефть упадет вообще близко к нулю. А у меня сегодня аналитики, с кем я дружу уже 10 лет, только на них опираюсь с точки зрения прогноза, то, что за 20 лет, сколько я на них опираюсь, они ни разу не ошиблись. Они на прошлой неделе дали прогноз цены ноль на нефть. Более того, они сказали, Иран и Саудовская Аравия будут кредитовать потребителей, которые будут брать их нефть. И я сразу поворачиваюсь вот к этим деятелям, которые 20-30 планируют. Я скажу, а вы это закладываете в свою стратегию, нет? Что вы будете делать-то? Потому что, знаете, тут уже, ну иногда, когда начинаешь, так сказать, серьезно об этом говорить, то есть я последний раз выступал на экономическом форуме в 2008 году в Санкт-Петербурге. Вот, когда как раз ввел транснет, термин, так сказать, я считал, что, ну, вы должны услышать и все это. При этом на этом форуме выступал такой великий деятель нашей энергетики, как Миллер, президент Газпрома. И он реально со сцены в 2008 году, в июне месяце, когда проходил форум, реально говорил, что по их аналитическим оценкам нефть будет стоить 280 долларов за баррель. Кто не помнит, войдите в интернет, посмотрите его доклад. Вот я сидел и не верил своим ушам, потому что из аналитиков, которых я четко знаю и уважаю, они никогда не ошибались, нефть будет стоить 10, а у него 280. Я думаю, что кто-то идиот, или он, или я, или они, или все вместе. Но так как год прошел и все на свои места поставило, то оказалось, что ни я, ни эти аналитики, ни идиоты. У меня тогда возникает вопрос, а Миллер кто? Глава крупнейшей энергетической корпорации мира. Если он, опираясь на прогнозы, говорит, что нефть 280, так все бы это хорошо, проехали дефолт 2008 год, там, в общем, пережили все. В этом году я включаю телевизор, Игорь Иванович Сечин, глава Роснефти, говорит, что дно прошли, средняя цена на нефть в этом году будет 60. И все у нас будет хорошо. Я думаю, у них что, там вообще ничего не меняется? Или аналитиков они тех же потихонечку передают из одной, так и в другую? То есть сколько можно это говорить? Еще раз я скажу, что аналитика, которая сегодня дает, цена на нефть ноль. Я не знаю, что будет со страной. Вот я бы хотел, так сказать, как бы послушать, но, исходя из всех материалов, которые вчера проходили на форуме, я никакого ответа вразумительного, не то что не услышал, а единственное разумное, что произнес Олег Дерипаска, что, ребята, а вы готовитесь вообще к такому сценарию? Так его, как бы, там сказали, что мы это даже не рассмотрим. Потому что, когда Эльвира Набиулина в прошлом году сказала, что сценарий цены на нефть бюджетного, 60 долларов, они даже не рассматривали, а рассматривали 100 и 80, ну, просто, мне просто вызывает вопрос профессионализм этих людей. Чем они там занимаются? Вот, поэтому, исходя из этого сейчас, опять же, почему очень важная составляющая, которую мы сейчас делаем? Вот я сейчас с вами могу об этом говорить. Мы с вами можем рассуждать. Почему? Потому что мы делаем технологию, мы вам рассказываем про эту технологию, мы вам показываем строительство в Марьиной Горке, мы вам показываем испытания, и мы говорим, что мы на этом можем заработать. Тот, кто входит сегодня в технологии. Мы говорим, мы строим в Юго-Восточной Азии, мы строим в Америке, мы строим в Белоруссии, мы строим сейчас в Европе. И поэтому, войдя в эту технологию, вы будете защищены, как минимум, несколькими юрисдикциями. Вы будете обладать инвестиционным пакетом, который в перспективе может обладать вот такой стоимостью. И вы можете в это верить, можете не верить. Кто-то вкладывает 100 долларов, кто-то нисколько не вкладывает. Во всяком случае, у нас есть диалог. Как только мы выходим в другую, там диалога нет. Там ни с кем, ни о чем говорить. А мы почему были абсолютно четко уверены, и сейчас наша правота показывает. Потому что мы знали, что в этом году к нам придут фонды. И они пришли. Мы их ждали. Почему я знал, что они пришли? Потому что я в позапрошлом году общался с двумя или с тремя крупнейшими фондами. Мы там с ними целовались в засос, а им все нравилось. Они говорят, ну понимаете, вот, то есть, ну, послышали, допустим, Морган Стэнли, да? Крупнейший фонд там в Америке. Они говорят, ну, представитель, который мне это организовывал, встречу, он говорит, вот этот дед, который там рулит, ему 93 года, он сидит на 78-м этаже. У него там пентхаус, и он себе построил деревянный такой-то, и коза у него там бегает. Вот. И вот он в центре Манхэттена сидит вот в это самое, с козой, это самое. И, соответственно, пьет чистое козье молоко. Вот. Так вот, вот, говорит, я уверен, что мы придем, ты расскажешь, он все понравится. Он говорит, он любит такие вещи, все. И он скажет, все, иди деньги получай. Но деньги выдают на первом этаже. А он сидит на 78-м. И для того, чтобы получить деньги, надо пройти каждый этаж и получить от каждого клерка, который сидит, это самое, загогулино. Вот, говорит, ты ее будешь проходить ровно 15 лет. Вот, вот, пока вы все построите, вам не нужны уже будут деньги, вот тогда ты вниз придешь, и он тебе скажет, о, а вот теперь забирайте. Понимаете, да? То есть, логику о чем. И мы четко это понимали, и мы, как бы, там провели переговоры, мы говорим, ребята, вот наша цель, вот просто знайте о том, что мы есть. Вот вам информация, вот мы делаем. А дальше, и вот это мы раскидывали, мы эту работу вели. Да. Только электричество. То есть, это электромотор в колесе. А вот как вырабатывать электричество, это уже, так сказать, как бы это. Здесь уже сегодня нам наука дает столько вариантов, как получить электричество, что их даже, их даже очень много. Более того, опять, у меня сейчас такая формула есть. Я очень много от Юницкого слышал 15 лет назад, но многие вещи нельзя было говорить. Так вот, о том, что трасса энергетическая, не зависит от внешних источников, Юницкий это говорил 15 лет назад. Более того, мы постоянно считали, что у нас трасса будет энергетически избыточная. И мы будем еще выдавать это самое. Но, еще раз я говорю, 15 лет, об этом нельзя было вслух сказать. Потому что это снижало потребление нефти в России, производство. А это почему-то по каким-то причинам считалось нелюбовь к родину. Сегодня, так как это уже не считается, поэтому мы можем об этом говорить. Один вопрос. Сергей, вы. Скажите, а компания вообще как-то рассматривает проекты, связанные в медицинских целях, в частности, действительно скорую помощь? Потому что сейчас неизвестно, что скоро пока придется... Давайте коротко сразу. Дело в том, что те проблемы, которые сейчас есть, это проблемы сегодняшних мегаполисов, сегодняшних городов, сегодняшнего разделения. То, что мы сейчас строим и говорим, логика линейных городов, которые строятся, она вообще напрочь. То есть там такого понятия, как транспортная недоступность, не будет. Более того, мы сейчас разрабатываем концепцию вот этого линейного умного города, где закладываются такие вещи, как постоянная диагностика. Когда вы дома живете, вы утром встаете, у вас анализируется кровь, сахар, там, и так далее. Если что-то не в порядке, вы получаете рекомендацию, а если уж совсем плохо, за вами сразу приезжает доктор. Но это новая концепция. То есть я говорю, мы сейчас, вот эту концепцию расселения, она настолько будет отличаться от того, что мы представляем, что ее сейчас пока сложно обсуждать. Поверьте, что будет совсем не так. Опять же, говорить о том, что мы сегодня напрочь отрицаем такую вещь, нет. Потому что мы живем в том мире и в таких странах, где может произойти все угодно. Поэтому сегодня, да, мы понимаем, что это уязвимость. Пока один полигон, поэтому мы строим, делаем. Но мы провели огромную работу, и сейчас она делает. Вот со следующего месяца полигон будет дублицироваться. А потом он будет еще. И поэтому где-то к концу этого года у нас полигонов будет как минимум пять. В разных юрисдикциях, в разных странах мира. Поэтому если Лукашенко в один прекрасный момент решит закрыть Марьину Горку, ну будут страны, куда Лукашенко добраться не сможет. Поэтому здесь вопрос такой. И самое главное, что вот эта дублицированность и запуск сразу в разных местах, это и есть система защиты. Потому что, ну что толку, что вы закроете здесь. Но это будет развиваться там. Но я всегда приведу пример. Если бы Дмитрий Анатольевич Медведев в 93-м году встал бы грудью и сказал, я не пущу интернет в Россию. Ну хорошо, не пустил бы. Вот, поэтому то же самое и сейчас. Поэтому Транснет пошел. Ну я сегодня летел со скоростью 800 км в час. Еще на высоте 10 тысяч метров. Нет, я надеюсь, что-то, я бы не хотел, чтобы у меня были такие ощущения. Вот, поэтому по уровню комфорта это будет комфортнее, чем сегодняшняя железная дорога, автомобиль. Потому что вы движетесь над землей в нормальной атмосфере. Это как раз, если говорить, сравнивать сегодня с Элленом Маском, который, представляете, пытается запихать в трубу вакуум, вас вакуум еще запихать в капсулу герметичную, и чтобы вы со скоростью 1000 км в час двигались в абсолютно агрессивной для человека среде. И любая технологическая поломка, это сразу мгновенная смерть. И вот как там себя чувствовать? Вот я бы, допустим, не хотел ездить по такому транспорту. Вот, а у нас система, которая имеет абсолютно все противосходные системы. Когда вы к этому рельсу привязаны так, что от него оторваться невозможно. И вы спокойно, комфортно в атмосфере, глядя бесшумно, глядя на окружающий мир. Движетесь, ну я не знаю, так сказать. У меня еще вечная мечта, я как-то с Юнитским познакомился, чтобы в начале этого Юнибуса в стекле стояла джакузи. Вот мне нравится. Я лежал в этом джакузи и смотрел, как ехать. Но это, я могу сказать, я, допустим, не знаю, как сердечники, но я бы себя чувствовал очень хорошо. А пока будет здесь. Так, все, давайте, это самое. Особенно, когда сознание раскрепощается, я говорю, начинает задавать вопросы. Поверьте, что технических вопросов не существует. Вот, вы не знаете ответы, но технических вопросов не существует. Потому что идет строительство и экспертиза уже на уровне фондов. Нет, не в том дело. Разрабатывает дело в том, что люди же, которые входят, то есть обычно происходит два процесса. Поверьте мне, что я этим столько раз общаюсь, что сначала происходит, человеку надо раскрепостить сознание, то есть ему надо понять все. А следующий момент, надо остановить это сознание. Потому что дальше, потому что обычно на 90% я могу сказать, люди, которые говорят, ну все понятно, это все железо. А зачем вам это железо? А когда придут летающие тарелки, зачем вам будет нужна ваша струна? Понятие? Это следующее. То есть, когда уже сознание полетело, его потом главное вовремя поймать и сказать, что знаешь, так сказать, это, летающие тарелки когда будут, мы тогда будем летать над рельсами, ну низенько-низенько, понимаете, так сказать. Как бы это, поэтому давай до этих летающих тарелок дойдем. Давай пока за счет электродвигателя спокойненько ездить. А с точки зрения техники, я могу сказать, что сейчас подошли, если когда начиналась эта разрабатываться система, то был мотор-колесо в смысле, что электродвигатель и на его валу стоит колесо. Без редуктора, без кардана, без коробки передач, сразу передач. Сегодня техника за это время подошла, что уже есть мотор-колесо, когда электродвигатель находится внутри колеса. И я могу сказать, тяга сегодня настолько колоссальная, что вот такой Юнибус будет разгоняться со скоростью примерно 600-го Мерседеса. То есть у него скорость, ну там движение будет где-то 2700-2800 оборотов в минуту. Вот, то есть с тягой. Это колоссальные характеристики. Еще пять лет назад, даже три года назад такого не было. Сегодня электродвигатель, у нас работает сейчас вся команда, которая осталась от ее мобиля. То есть они разрабатывали ее мобиль, Прохоров финансировал, потом они эту программу закрыли. Мы сегодня взяли их все производственные мощности, то есть у нас изготавливается это все. У нас пришли основные инженеры, которые это делали. Вот, поэтому они сделали очень интересный концепт, но не довели его до практической реализации, до бизнеса. Вот, а мы как раз исходя из Юнибусов получаем сейчас очень интересную модель. Очень интересную. Так, давайте еще по вопросам. Да, один очень хитрый, так сказать. Один, это тут, когда появится у вас очередное, так сказать, это Юнибус, нет. Просто представьте, здесь основная вещь, то есть, чтобы вы понимали, вот эта часть технологическая, вот эта вот, она у всех одинаковая. У пассажирских, грузовых, все, то есть это стоят электродвигатели, аккумуляторы, управление и систему обеспечения техники, то есть все. А вот это уже может меняться в зависимости от назначения. То есть здесь может Юнибайк висеть, здесь может пассажирский висеть, уголь возить, то есть это технологическая система. Ну а теперь просто, ну это никому не передавать. То есть это инсайт. А теперь закройте глаза и представьте, что там висит бревно. А дальше бизнес, который есть. Сегодня есть огромное количество делянок, куда нельзя прийти, потому что нет дороги. А мы туда очень легко своими велосипедами... А там для того, чтобы бревно возить, 100 километров в час скорость не нужна. Бревно можно возить и со скоростью 5 километров или 10 километров в час. Вот когда интересно... Значит, я задаю вопрос. В железных дорогах стрелки существуют? Существуют. Для того, чтобы в железной дороге повернуть поезд, там десятки тысяч тонн летит на скорости 300 километров в час. А у нас одна тонна на скорости. Поэтому я могу сказать, с точки зрения стрелок, разводов, переходов и так далее, это не на порядок техническая задача, а примерно на три порядка проще. Поэтому сделать стрелки... Второе, мы с такой системой, мы же можем делать двухуровневую, трехуровневую, четырехуровневую, чего нельзя сделать на железной дороге. Поэтому с точки зрения построения системы, она очень простая. Очень простая. И, соответственно, очень технологичная. Нам тут задают вопрос. Ролики показываете с полигона, почему там четыре человека работают, строят, на что Юницкий задает вопрос. А что, вам было бы легче, если бы там работало сейчас тысячу человек, что-то заливали, делали, и потом мы бы вам объясняли, что это дешевая система. Наоборот, то есть четыре человека строят то, что по пропускной способности будет, как дубайский аэропорт, говорит о том, что затраты очень низкие, технологичность очень высокая. Поэтому это основная как бы сейчас система. У нас, как и инвестор, какие-то сложения, с поводу вы созданы IPO? Нет, IPO не произносите таких слов. То есть, когда человек говорит выйти на IPO, это значит, вы несколько не ориентируетесь. IPO – это уже свободное обращение акций. Это капитализация. Стратегия у всех капитализаций, там, начиная Apple, Facebook, Alibaba, Boeing, у них у всех абсолютно разные стратегии капитализации. Вот, поэтому мы тоже у нас сегодня работают мощнейшие финансовые консультанты, каким образом максимально быстро и максимально эффективно капитализировать. Но я могу сказать, что в этом году нас ждет, вот всех нас очень интересное событие. Это закрытие входа в корневую технологию. Когда вот то, что мы с вами купили, это станет реальным ресурсом, вот сколько там написано. Вот сколько у вас есть, вот сколько там нулей стоит, это станет реальной. В этом году, скорее всего, будет еще не один к одному, но в этом году начнется оборот. То есть, как только закроется вход в корневую, сразу же возникнет вторичный рынок. Тогда желающих купить эти бумаги сразу увеличится на порядок. И поэтому мы с вами уже будем обладатели этого актива. И, соответственно, мы сейчас готовим систему, когда уже будет готовиться вторичный оборот. Когда и сама компания, и фонды будут выкупать. Но это уже начнется, знаете, как говорила моя бабушка, дай бог нам дожить до этих проблем. Это когда вы вложили, и вы уже капитализировали, и вы принимаете решение. Сегодня продать там, вы купили, допустим, с дисконтом 200, а сегодня вам предлагают купить с дисконтом 10. И вы уже для себя принимаете решение. Продать, получить прибыль, или оставить для того, чтобы получать дивиденды. Это, ну, я говорю, мы для этого и работаем, чтобы у вас такие проблемы были. Проблемы выбора. Сколько заработать, а потом же, а налоги платить. Ну да, еще потом продать, получить прибыль и заплатить с этого налоги. Тоже, к сожалению, никуда нет. Ну, нет, те, что в рассрочке, да, они будут сохраняться. Ну, я тут, конечно, ну, оптимистично там говорю. Я не думаю, что там за ближайшие, там, 5-6 месяцев мы будем закрывать, ну, полностью вход. Но то, что будет резкое ограничение, это точно. Потому что, вот сейчас, как только будут поступать первые деньги от фондов, они нам сразу будут замещать уже те деньги, которые идут от краудинвестинга. Поэтому совсем краудинвестинг, скорее всего, мы закрывать не будем. Но это будем смотреть. То есть, это пока вопрос, как, 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 как. Да, конечно. Не, но то, что с приходом первого же инвестора это будет объявлено, и сразу будет, как минимум, двухкратное сокращение дисконтов, это 100%. Так, тут вопрос у кого-то был, да. Ну, давайте. Технология как раз позволяет строить вечный мерзлотей. Мы в этом году уже делаем проект. То есть, мы с Лешей Суходоевым обещали, что когда в этом году будем закладывать первые там опоры, мы с ним бетон мешали, лопатами копали. Вот. Значит, в этом году мы готовим проект «Начало строительства первых испытаний в вечной мерзлоте». То есть, это будет отрабатываться система, как строится. Вот. И я думаю, что еще в этом году, где-то октябрь-ноябрь, мы покажем технологию строительства при температурах минус 50 и абсолютно в вечной мерзлоте. Поэтому технология, это как раз единственная технология, которая позволяет это делать. Железная дорога не позволяет сегодня этого делать. Не переживайте. Все натягивается. Все натягивается очень хорошо. Вот. И как раз здесь мы сотрудничаем с Институтом Стали и Сплавов и особенно там с ее таким ведущим академиком. Это Леонтьев Леопольд Игоревич, который 60 лет занимается легированием стали. Так вот, он как раз говорит, что у них уже за 60 лет разработаны такие марки стали, которые вот нам нужны просто сегодня для работы при низких температурах, при... Потому что сегодня, к сожалению, то, что они 60 лет работали, никому не надо. Сегодня новые формы стали никому не нужны. И когда я ему рассказал, вот это, он говорит, вот, ребята, я теперь знаю, зачем мы хоть 60 лет легировали эту сталь. Вот. Так что... Что? Ну, вот то, что мы будем... Включать контракт здесь, строить в Красноярске, это уже начало выхода. То есть я уже сказал, что мы уже приступили к формированию адресных проектов, компаний и так далее. Просто сейчас это первые точечные шаги. А на следующий год, ну, только до конца этого года мы планируем запустить где-то около 100 компаний. То есть это уже... Если это не выход на рынок, тогда я задаю вопрос, а что же это тогда такое? Вот. Другое дело, что это пока очень маленькие проекты, там, примерно стоимостью 5-10 миллионов долларов каждый. Ну, хотя вот по лесу, вот здесь и в Башкирии мы еще готовим один проект, там уникальный лес, мы вокруг него лет 10 уже ходим. Там есть плато, и на нем растет уникальный кедр. И он уже перестаивает, он пропадает, а взять его оттуда нельзя. Но до него находятся три горные реки. Поэтому туда ни мост, ничего, то есть его взять невозможно оттуда. Мы своими юнибайками, так сказать, туда по этой струне приедем и по бревнушку оттуда примерно 5-8 миллионов кубов вывезем. То есть один этот проект, то есть как только мы заикнулись одной крупной лесопромышленной компанией, что мы можем взять и вывезти, ну, поверьте, что проблем с финансированием у нас просто не стоит. Поэтому вот мы сейчас ведем переговоры с президентом Башкирии, с главой Башкирии, вот, а у меня с ним есть, я с ним в Министерстве национальности три года просидел в соседних кабинетах, поэтому у меня есть как с ним договариваться. Вот, поэтому эти проекты, вот они сейчас идут, и они будут возникать, возникать, возникать. Это как раз то, что мы будем и делать, и показывать, и рассказывать. И это, в общем-то, наша работа сейчас и есть. Так, давай. Какая-то выплаты дивидендов. У меня есть информация, что хавратовские акции, да, что в первой фоне, они сразу же выплатят по факту получения прибыли. А вот акции корневой компании могут первый год не выплатить, потому что, скажем, контролирует. Ребят, это вот по прибыли от чего, понимаете, так сказать, это все инсинуация. Давайте вот четко понимать. Фонд Хавратова, СВИК, возник для единственной цели. То есть, когда были проблемы с краудинвестингом, арестовали счета, завели уголовные дела, надо было развести краудинвестинг, то есть народное финансирование и конструкторское бюро. Поэтому был создан СВИК, который продавал обучающие пакеты, но Юницкий на себя взял обязательство, что все, кто инвестирует в СВИК, это такие же обязательства компании. Все. Этот период сейчас прошел. Сейчас идет процесс конвертации этих акций обратно в компанию, потому что, я не знаю, там, вы себя чувствуете комфортнее, как когда у вас есть обязательства лично Хавратова фонда или обязательства Юницкого подкреплены реестром в компании западного реестра держателя. Вот лично мне комфортно, чтобы у меня все-таки обязательства передо мной нес Юницкий. Поэтому это функция. Другое дело, что кто хочет, тот может оставаться в фонде, и это гарантия и так далее. Но все обязательства, которые выписал СВИК, они все подкреплены акциями Юницкого. Все. То есть там просто так обязательств не выписывалось. Поэтому на сегодняшний момент позиция и Юницкого, и мы командой считаем, что все обязательства фонда должны конвертированы быть в акции компании. И я свои конвертирую, мы все это рекомендуем, это сделать. И вообще договоренность была такая, что тот, кто приходит в СВИК, он в автомате сразу попадает в реестр компании. Потом по разным причинам эти договоренности как бы там перестали соблюдаться. Поэтому сейчас мы к этому возвращаемся. И со временем должен быть единый реестр, обязательства по которым несет Юницкий. Потому что то, что мы сейчас делаем и мы инвестируем, мы инвестируем в технологию Юницкого. И он единственный, кто несет за это ответственность. И он единственный, от кого зависит, будет это реализовано или нет на сегодняшний момент. И это как раз и есть та венчурная составляющая, которая сегодня есть. И поэтому сегодня я думаю, что вот эти все разговоры куда выгоднее, куда нет, это не совсем правильно. Есть специализация. То есть СВИК специализируется на обучении. Вот кто хочет получать это обучение, плюс к акциям, тот может инвестировать туда. Если цель и задача это акции, это пакеты, то надо идти напрямую в компанию, напрямую в капитал, который делает сейчас, именно как подразделение фонда. Но это мое, опять же, мнение. Здесь у каждого может быть свое. Но сразу могу сказать, что никаких противоречий и никаких конфликтов здесь нет. То есть это то, что пытаются там что-то в интернете раздуть, но это просто либо от непонимания, либо просто люди преследуют какие-то другие цели. Как бы думать, чтобы отдельно участвовать в адресных проектах? Так, еще раз. Отдельно участвовать в адресных проектах. Вообще адресные проекты – это самостоятельное будет акционерное общество, которое живет по своим законам, которое само привлекает инвестиции. Поэтому сейчас вот те проекты, которые мы первые делаем, там в Красноярске, там вот в Лондоне еще, там будет 100% покупать фонды, которые входят, они… Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы по краудинвестингу была возможность, чтобы люди, просто кто хочет, мог участвовать, допустим, в красноярском проекте. То есть дать такое право, чтобы жители Красноярска участвовали в проекте. То есть почему нет? Поэтому я думаю, что как раз вот такую краудинвестинговую систему мы оставим для запуска адресных проектов. Если вам это интересно. Если таких желаем. То есть с точки зрения здравого смысла, мы понимаем, что у проекта должна быть поддержка в регионе. И чем серьезнее поддержка, тем, соответственно, он активнее будет развиваться. Вот. Поэтому такую вещь будем… Так, ну что там? Как у нас по времени еще? Так, с чего начать так? Это те, кто только подошел? То есть это… Или сейчас с чего начать? В организации. А, в организации? Все, давайте. Здесь есть представительство. Есть ребята, которые работают, которые именно представительство компаний, фонд. Все. Поэтому связывайтесь, получайте информацию. Там, да. У нас отстроена система как? Вы должны войти в наше информационное поле. То есть вы должны завести личный кабинет, оставить почту. И на эту почту вам будут приходить материалы. Дальше вы начинаете их смотреть, изучать. Интересно смотрите на вебинары, ходите на конференции. И, соответственно, начинаете дальше принимать решения. Наша задача – довести информацию, чтобы вы понимали, о чем речь, а вы дальше для себя будете принимать решения. Интересно, неинтересно, будете вы рисковать, не будете вы рисковать. Еще раз, ну просто для всех, чтобы вы понимали, почему сегодня это работает, и другой принцип никакой не может быть реализован. Потому что риски, которые были два года, они размножены на большое количество людей. То есть вот каждый из вас может для себя принять решение. Я могу рисковать там пятью тысячами рублями, но вместе это десятки и сотни миллионов рублей. Любой фонд, с кем мы ведем переговоры, он сразу рискует сотнями миллионов рублей, долг. И для них принятие такого решения сегодня неприемлемо. Понимаете, да? И как раз, когда начала работать вот эта краудинвестинговая система, мы первый раз, когда разорвали эту мысль, и мы смогли, объясняя людям, и говорим, что вот мы сейчас, сейчас если вспомнить, я могу сказать, ребята знают, кто пораньше подсоединился, там два года назад. Вот то, что я вам сейчас рассказываю, и то, что я рассказывал два года назад. То есть два года назад я говорил, что ребята, мы 15 лет назад построили с Лебедем дорогу. Правда, ее потом Медведев спилил. Вот сейчас мы собираемся создать конструкторское бюро, мы опять будем чертить, мы опять получим землю, мы опять будем строить, да. И рассказывали, обещали. Да. Не, ну как, факт был, что все-таки мы это уже делали. Да, мы это уже делали. И мы, и тем не менее, мы убеждали, мы делали. Но мы тогда давали большую премию. Мы говорим, ребята, мы даем премию, один к четырем тысячам, потом один к двум тысячам. И поэтому мы говорим, вот ты можешь сейчас вложить там 100 долларов, это два миллиона долларов. Вот чем мы как бы. Сегодня, когда я показываю, ребят, Марина Горк строится, продувка, контракты и так далее. Согласитесь, совсем другая ситуация. Когда я говорю, когда вот мы привезли крупных инвесторов, и мы провели там четыре этажа конструкторское бюро, 160 человек, там мощнейшее оборудование совершается, там лаборатория по изготовлению моделей. Вы знаете, как это впечатляет? А тем более, это же люди фонда, они-то работают, они финансируют очень. Они когда посмотрели, они говорят, мы не верим, что в Белоруссии, в какой-то это мощнейшего. Он говорит, мы были в конструкторском бюро НАСА, мы были в конструкторском бюро Эллона Маска. Он говорит, мы такого не видели. То есть, вот они, ну, говорят, у нас юницкие есть. Нет, вот то, что я сейчас говорю, это, к сожалению, показывать нельзя. Это я вам могу говорить с точки зрения инсайда и с точки зрения убеждения для того, чтобы, но я могу сказать, вот лично для меня, вот с точки зрения моего бизнеса, у меня есть еще такой маленький попутный бизнес, вы понимаете, да? Я общаюсь с крупными инвесторами. Вот, я могу сказать, там, вот у меня несколько инвесторов, которых я вел год. Я им рассказывал, показывал, там, все, тут я пришел, сказал, ребят, на принятие решения осталось 3 месяца. Через 3 месяца вы можете отдыхать. Все, то есть, поэтому они сразу потянулись, там, вот они по 100 тысяч долларов скинулись каждый, там, второй сейчас рассматривает 500, но это уже доверие ко мне. Я говорю, потому что я четко вам могу сказать, что через 3-4 месяца будут другие дисконты, вы уже столько не заработаете. Все, это вот как попутный, как бы, поэтому то, что я вам говорю сейчас, и почему ценные такие встречи, вы получаете информацию, которую ни в интернете нельзя давать, ни при общении, там, на вебинарах нельзя давать, но при том, что мы с вами выстраиваем систему работы, это можно, понимаете? Поэтому, кстати, еще вот у нас очень активно сейчас начинает работать, это когда, допустим, вы сталкиваетесь с крупным инвестором, но не хватает аргументации, вот как Люба очень часто делает, не может, не хватает аргументации, либо убеждения, чтобы принять решение. И поэтому на меня очень много выводят людей, вот, а у нас четко отработанная система, что если вы вывели человека, то ваше вознаграждение остается вашим, а мы это работаем просто как от компании. Таким образом, мы очень много, то есть я сейчас, взять там мой список в Скайпе, там я провожу каждый день переговоры с этими мэрами, там с кем, с кем только нет, потому что возможности много вывести, а убедить уже, так сказать, это, ну это знаете, как про того Каруза, говорит, слушал я, говорит, вчера к вашему Карузу полная ерунда. Что, говорит, на концерт ходил? Да нет, говорит, сосед напел, понимаете, так сказать. Так, там вопрос где-то это самое. Ага. А, юридическое, да? Ой, я просто так давно уже от этих вопросов, я даже не думал, что это кого-то интересует. Мы отстроили систему такую, что вы инвестируете, вы сразу вноситесь в реестр лондонской, не лондонской, а сейчас BVI-компании, и получаете выписку из реестра о том, что вы являетесь акционером. То есть, а? Ее можно заказать и получить, то есть здесь нет никаких проблем. Вот, поэтому мы делаем как? Мы централизованно сейчас, по-моему, раз в квартал всех вносим в реестр. У нас специализированная компания, которая ведет этот реестр, вот, и мы от нее получаем выписку, и, соответственно, для того, чтобы просто самостоятельно получить выписку, там надо заплатить какие-то деньги. Ну, какие, не могу сказать там. Если персонально, да? Ну, мы делали им как? Мы, допустим, делаем пакеты, вот, как в последнее время, мы собираем, вот, кто хочет там получить подтверждение. Собираем по 20 человек, получается, по 5 долларов, вот вы 5 долларов заплатили, вам на 20 человек дается сразу реестр, что вы находитесь в этом. То есть, эта система как раз, она работает, и мы сдаем отчетность, мы работаем в британском праве, там деваться некуда. То есть, это как раз не та проблема, которая, ну, которая может быть сегодня там нерешаемой. Те проблемы, которые мы решаем здесь, поверьте, они на два порядка. То есть, у нас проблема сейчас загнать деньги в Беларусь. А просто вот оплатить работу в Беларуси, вы не представляете, какая это проблема. То есть, контракты с банками мы отправляем, они у нас требуют эти отчетности, мы делаем объемы выполненных работ, сдаем, они в России не принимают объем выполненных работ белорусскими оценщиками. Мы говорим, ну, отправляйте своих оценщиков на Белоруссию. Они говорят, нет, это советы. То есть, вот эта вот вся тлобуда, я говорю, нет, что-то можно провести. То есть, по Киеве кошельку мы можем что? Мы можем с вами отработать. То есть, вы деньги перечислили, мы деньги закинули, это самое, вы получили реестр. То есть, мы с вами договор заключили. Вы отдали деньги, получили реестр, у вас проблем нет. Но нам теперь эти деньги надо заплатить, допустим, за металл в Киеве и построить в Белоруссии. И отчитаться за те деньги, которые мы получили. И вот это, оказывается, на порядок сложнее, чем просто... Это в Белоруссии очень многие вещи делаются очень сложно. Поэтому мы сейчас почему и рассматриваем один из полигонов Юго-Восточной Азии, потому что, ну, допустим, нам сразу в Гонконге, нам говорят, у вас таких проблем нет. Вот вам бесплатная земля, вот вам бесплатно это, вот вы работаете, вот вам сразу вы определяете, вы говорите, мы будем тратить на полигоне 200 миллионов долларов. Они говорят, все, вот на 200 миллионов долларов у вас никаких налогов, никакой отчетности, вообще ничего. Все. Да, да. Не, ну это уже вот за счет тех инвесторов. Крупных, да. Сергей Анатольевич, я хотел сказать еще, что для тех, кто может не только реестр, но и заказать себе сертификат. Сертификат, да. Ну да, да. То есть мы юридически, я говорю, юридически мы отстроили этот вопрос. То есть вы можете заказать сертификат, то есть вам может прийти сертификат там компании, которые, так сказать, это система отлажена. Я просто настолько редко сталкиваюсь с этими вопросами, что я на них даже как-то... Единственное, я могу сказать, что все эти вопросы решены прям, на мой взгляд, очень-очень хорошо. Во всяком случае, кто с нами уже год и два, таких вопросов, ну пока не возникает, я так понимаю, да? То есть эти все вопросы... Сергей Анатольевич, можно еще слово сказать сразу, то люди начинают расходиться. Друзья, по всем вопросам обращайтесь к тем, кто вас пригласил, вот, они вам помогут зарегистрироваться. Тот, кто в первый раз, у нас есть здесь представительство на 9 мая 63, офис 701. Телефоны есть на вот маленьких листов, можете оставить, там телефоны, вот, и можете, в принципе, к нам обращаться, поможем и купить акции, и все ответим на все вопросы ваши. Кстати, еще хотел сказать, у нас 200 буклетов, не успели прийти для всех, буклеты, в которых показана сама технология, статистика, их буквально несколько здесь было, буклетов, и можете просто приходить и бесплатно получите у нас на 9 мая 63, офис 701. И все поблагодарим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok